а добрый день коллеги добро пожаловать на наш очередной экспертный семинар сетевое устройство инновационной экономики мировые тренды и российские реалии значит у меня как обычно есть тоже некоторые там свои соображения на эту тему я их сейчас высказывать не буду постараюсь по ходу нашего семинара и в конце при обсуждении там что-то прокомментировать с основным докладом сегодня выступит руководитель сектора международной конкурентоспособности и сетевых связей института экономики академии наук наталья вадима смородинская я думаю что мы прямо с доклада начнем по регламенту давайте постараемся уложиться там минут 45 с основным докладом а потом по 10-15 минут остальные сопутствующие выступления которые у нас запланированы ну и свободная дискуссия так чтобы постараться уложить там два с половиной часа и так где докладчик здравствуйте наталья вадима добрый день пожалуйста добрый день коллеги для меня большая честь выступать на нашем семинаре я очень рада тому что вообще есть возможность как-то поделиться идеями над темой на которой я работаю несколько последних лет и на сказать что тема мне представляется не просто сложная очень сложный да она во-первых межрисциплинарно во вторых она описывает порядок социальный порядок будущего который сильно отличается по своим закономерностям от того к чему мы привыкли а и это требует как бы вхождение в новую логику развития перестройки ну и так далее в общем тема достаточно не представляется сложной но надо сказать что вообще раньше других к ее изучению подошли вовсе не экономисты и раньше начали заниматься социологи эконом-географы специалисты в области менеджеры другие дисциплины а в общем экономисты начали этим заниматься совсем недавно а и в последние годы такое даже понятие появилось как сетевая экономика многие считают что она вообще избыточная по отношению к постиндустриальной экономике экономики знания и так далее но при этом в общем мало кто вы из экономистов и не только наших но и зарубежных как-то увязывает мир сетей с организационной формы создания инноваций а те кто собственно занимаются инновационными стратегиями эти в общем не всегда держит в голове что инновации важны как не сами по себе а как средство выхода на более фундаментальную задачу как обеспечить устойчивый рост в условиях круто изменившихся реалий 21 века ну вот я хочу поделиться некоторыми своими картинками достаточно много поэтому я постараюсь это делать такого в тензисном ключе ну вот то что то сказать как бы смысл могу представить буду рассчитывать на ваши реакции и вопросы да но речь идет о смене индустриальной продюба на постиндустриальной я начну с таких общих вещей а потом мы придем на более на более такие конкретные вещи как что устроено в этой новой в этом новом сетевом мире значит вот смена парадигмы конечно это не просто способ производства новые а эта трансформация мира многомерное пространство которые социологи и кастерс в свое время называли текущим пространством потоков сетевых поскольку в общем мы все понимаем в этой аудитории тоже наверное понимают что в современном мире важно не столько доминирование информации сколько логика ее создания использования сетевая соответственно это мир очень пластичен в нем появляется совершенно новые закономерности в результате информационной революции экономисты говорят же отсутствуют локальные оптимумы здесь любые права становится системным здесь распределенные узлы связей отсутствие центра и периферии так что все споры в отношении того какой у нас мир многомерные одномерные двумерные так далее эти споры уже уходят в прошлое на фоне объективных изменяющихся реальности ну естественно что-то сверх высокий уровень динамизма неопределенности которым нужно научиться привыкать и самое главное конечно что это переход нелинейному развитию который предполагает фрактальные скачки и и ветвление путей эволюции это вовсе не та последовательность в том числе в развитии инноваций и развития систем которые все привыкли и и и и люди и системы и управленческие структуры за последние 300 лет значит вот реагирую на эти перемены мировая экономика переходит то что я называю сетевым порядком это можно назвать сетевым социально-экономическим укладом но в общем это некая новая гибридная модель координации связи между иерархией и рынком вот так вот получилось что в 21 веке в силу того что среда стала невероятно динамичной то известная модель иерархия ну классическая фирма сюда что централизован она оказалась слишком жесткой для того чтобы соответствовать это динамичной среде а модель рынка слишком автомистичной и поэтому экономические системы начинают стратифицироваться горизонтальные кластерные сети они являются более гибкими за такое понятие мобильный и джал и джилити датаска современная и они гибче чем иерархии одновременно они были интегрированные чем рынке соответственно это функциональный этот новостивый порядок является функциональным синтезом иерархичного и рыночного он устраняет их недостатки и забирают лучшие черты значит с 2000-х годов мы в общем видим что вытеснение иерархий горизонтальными сетями она происходит повсеместно на всех уровнях связи от конкретных отдельных компаний которые закрупняются дотом до банковских систем централизованных а до даже интеграционных объединений типа евросоюза потом мы можем об этом поговорить подробнее но в общем фактически все это сопровождается на стороне то турбулентности и вот то что называем великой рецессии 7 9 годов я думаю что как бы уже большинство людей понимает что это конечно никакой не циклический кризис я думаю что это начало длительной системной перестройки перестройки мира и в адаптации вот к этой новой специфике новой парадигмы значит что здесь главное ну естественно что это ускорение обменов если агенты опираются на прямые онлайновые контакты то кредитно-денежные потоки фактически они как которые ранее опосредовали товарообмен и они делают теперь это очень медленно по отношению это динамичной среде поэтому насколько я могу понять они вытесняются такими активами коммуницирования я их называю активами доверия поскольку это быстрее это напрямую это прямые контакты не 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 ценовые и это обеспечивает ускорение процессов но вообще это эти новые активы и ресурсы еще предстоит каким-то образом назвать единственное что могу сказать естественно что фактор доверия стал уже одним из как бы центральных ключевых факторов определения устойчивости и роста экономических систем во вторых это мы все с вами знаем что это переход от массового производства к кастомизированному с экономии на разнообразии что производители ориентируются уже на непрерывное обновление ассортимент выпуска месте расширение его объемов но экономические системы ориентируют на движущуюся стилу и инноваций то что мы называем инновационно ориентированным ростом вот главное так сказать вот в этом понятии счет64 рост в осенье понятие инновации а понятия непрерывность инновации это совершенно разные качества когда мы говорим о том что надо осваивать и развивать этот новый тип роста вот ну и собственно говоря конкуренция стала настолько мощной на глобальной и открытой что главным механизмом гармонизации систем становится уже так называемая коллаборация это слово коллаборация которая не путают у нас коллаборационизм уже слава богу последний реваешь путали да ну так вот она происходит от латинского работают сообща и речь идет о высшей форме кооперации основанной на партнерских взаимодействиях в рамках единой сети где участники наделяются общностью целей общностью общей детичностью совместными обязательствами и возможностью самое главное со созидания новых благ и ценностей собственно говоря переход систем нелинейного развития он связан с тем что сама модель развития инновации ушла далеко вперед она ушла уже от так сказать времен когда шампетер предлагал эту модель на уровне отдельного отдельных компаний и производителей и теперь у нас об этом мы понимаем стратегические инновации открытые инновации все общем большей степени относилась к линейному развитию а вот при нелинейном развитии системы инновации создаются исключительно в рамках сетей совместно участниками сетей и причем эти сети должны быть коллаборативны там должен быть и на тот тип отношений которым я только что сказала соответственно инновационный процесс становится интерактивным стремленным и централизованным и вот вот эти коллаборативные сети там представлены участники страны разных секторов и они формируют некую экосистему игроков связи и активов рассчитаны на обновление вот эти системы называются инновационными к системами считается инновационными потому что ecosystem for innovation очень важный момент связанный с тем что но мы привыкли считать что системы у нас инновационные все выстраивают региональные и национальные инновационные системы во многих документах так всегда было но в последнее время все больше популярность приобретает термин экосистема это очень правильно что сразу скажу о разнице того чтобы по этому поводу не было вопросов что такое это и к приставка подчеркивает она вот сама подчеркивает что для сегодня для создания инновации нужны самые разнообразные сетевые среды а где развиваются вот эти отношения коллаборации юридически независимых участников иначе и как бы создать инновации в нелинейной среде уже становится невозможным второй крайне важный момент что если практически инновационные системы которых мы знаем были такими системами статичными и они управлялись государством методом сверху то экосистемы инновационные становятся живыми социальными организмами фактически они сами развиваются и в принципе идет в общем а на ком наглядном сближение социальной материи с биологической это вообще характерно до 21 века и здесь очень важно них не столько роли участников систем тоже когда мы говорим выстраиваем инновационную систему нам важна инфраструктура участники и так далее так вот с точки зрения к систем но подхода все это важно но еще важнее характер взаимодействия между ними это коллаборативный характер взаимодействия все находится в подвижности все находится постоянном движении и все должно быть все должно гибко реагировать и реагировать на всякого всякого рода разные изменения. И вот поскольку именно коллаборация обеспечивает взаимодействие участников системы друг с другом, и именно это обеспечивает диффузию инноваций по всей экономике. Вот я попыталась каким-то образом систематизировать современный мир сетей, для того, чтобы понять, что к чему относится. Ну вот, я скажу такую вещь. Сам мир сетей, конечно, многообразен и очень обширен. И он представляет собой сети абсолютно разные от важного масштаба, разного калибра и разной специализации. В этом мире сетей наиболее изученной в литературе считаются так называемые бизнес-сети, межфирменные и межорганизационные. Причем литература по сетям подходит к ним по-своему, а классная литература подходит совершенно по-своему. Вот какая опленная часть этого мира общего сетей, это бизнес-сети межфирменные, межорганизационные. Литература по сетям рассматривает эти сети в контексте взаимодействия участников вокруг глобальных цепочек и вообще цепочек создания стоимости. А классная литература выходит здесь на вопросы формирования такого рода сетей, которые уже сами формируют платформу, которая формирует организационные условия членства и выходит на уровень коллаборации. И вот, собственно говоря, фактически все те сети, которые ориентированы на инновации в рамках коллаборации, называются инновационными экосистемами. То есть это самые коллаборативные сети. Эта часть сетей охватывает опленную специализированную сторону и бизнес-сетей, и социальных сетей. Но самое главное, что внутри нее есть самые интересные сети, которые называются инновационные кластеры, поскольку в этих кластерах коллаборация развита настолько хорошо, и сам паттерн этой коллаборации настолько, так сказать, оптимален, что именно здесь можно осуществлять инновации в непрерывном режиме. Это наиболее удобная форма инновационных кластеров для создания инноваций в современном мире. Естественно, что инновационные кластеры тоже частично являются по горизонтали предположим, они являются сетями, по вертикали они являются агломерациями. Поэтому их можно отнести и к тому, и к другому миру. Причем, если мы говорим о инновационных экосистемах, то речь идет о совершенно разных системах, которые обвиняют одно, они все, если не стараются создавать инновации сами совместно, то, по крайней мере, они ориентированы на обновление и содействуют этому процессу создания инноваций. Причем, это могут быть локальные, глобальные, национальные, совершенно разного масштаба характера сети, и поэтому кто-то их называет сетями, кто-то называет их сетевыми сообществами в литературе, но факт тот, что это основной атрибут 21 века инновационного типа роста. Если мы говорим о кластерах, я не буду сейчас перечислять в классическом понимании Майкла Портера понятие кластер, это описание классической агломерации, но в то же время отличающейся от других, потому что связанные организации в этой агломерации охвачены одной определенной сферы деятельности и они друг друга взаимодействуют на принципах общности и взаимодополняемости. Фактически это классическое определение Портера, которое относится к кластерам и индустриальным и к инновационным кластерам, но сегодня считается, что уже в 21 веке фактически к настоящим кластерам относят только те, которые являются инновационными, поскольку они соответствуют именно этому типу роста. Поэтому инновационный кластер считается в концептуальном определении очень сложной динамичной системой, скажем так, их называют сложными адаптивными системами, они обладают всеми теми свойствами, которые обладают эти системы. В моем понимании ее можно описывать в трех измерениях по трем типам, потому что в каждом из этих измерениях проявляются те или иные типовые свойства. Естественно, что это прежде всего агломерация производственная транс-атуслевая со своей специализацией. Во-вторых, это особая инновационная экосистема, как я уже говорил, наиболее удобная для неприводного создания инноваций. И, наконец, это сетевой экономический проект, так называемая кластерная инициатива, который реализуется представителями трех ключевых секторов экономики. Это бизнес, государство и наука. Наука, как правило, это в лице естественных университетов, о которых мы здесь часто говорили, по поводу университетов 3.0. Значит, вот в основе образования инновационных кластеров, и вообще инновационной экономики в целом, которая стратифицируется в кластере именно для того, чтобы возникла такая седа, и можно было выходить на инновационную идти просто, вот в ее основе лежит так называемая матрица тряновой спирали, и она считается результатом эволюции взаимодействия экономики общества. фактически здесь показаны, скажем так, нерыночные и полурыночные системы, потом переход к индустриальной и рыночной, и наконец переход к современной постиндустриальной экономике. Так вот, как бы в нерыночных системах сетевые взаимодействия, сетевые партнерства не образуются, в индустриальной и рыночной и развитой системе уже возникают такие, где есть линейные инновации, возникают так называемые двойные спирали, которые, собственно, обеспечивают эти линейные инновации, где государство с наукой попарно взаимодействует, наука с бизнесом, вот, и наука с государством. А в постиндустриальную эпоху возникает так называемая тройная спираль, когда вот эти функциональные сферы игроков начинают уже сближаться, и происходит их интерактивное сцепление, и возникают некие гибридные организации, потому что, скажем, те же университеты 3.0, они обладают функциями уже и двух других звеньев тройной спирали. Точно так же происходит и с государством, и с бизнесом. Фактически тройная спираль является ключевым способом координации связи в нелинейной среде 21 века. Она спонтанно возникла Кремниевой долине эксклюзивный вариант, это был в индустриальную эпоху в середине 90-х годов, но предвестник, конечно, будущего. Потом она была формализована скандинавами, шведским агентством Венова для целей практической политики, кластерной, инновационной. И фактически сегодня она считается одной из... То есть паттерн тройной спирали, на котором построено отношение коллаборации, в руках которого есть взаимодействие трех ключевых считается сегодня главной моделью, которая обеспечивает координацию связей и дает возможность генерирования инновационной синергии. Вот я, собственно говоря, хочу об этом и сказать. И сегодня она считается распространенной, существует во многих странах конкретные политики, которые нацелены на формирование такого рода отношений. Значит, вот эта модель инновационного роста, которая основана на этих... Да, собственно, трех дает эти уникальные сетевые эффекты, которые достигаются в ходе ее коллаборации, поскольку она построена не просто на прямых связях, а не просто на обратных связях. Она построена на перекрестных прямых обратных связях, и дает сложное сцепление динамических систем, и здесь возникают те эффекты, которые не возникают в других местах. Понятное дело, что это вопрос снижения неопределенности рисков, который это соединение ресурсов разнообразных, разнопрофильных, разных игроков в разных комбинациях для создания совместного нового. Это очень важный момент, который касается преодоления технологических ловушек, когда обновление останавливается по каким-то причинам, структурным и институциональным, и вот появляя вступление в игру третьего игрока, начинает корректировать траекторию развития других, преодолеваются соответственно институционные ловушки, можно выйти на следующую траекторию, система движется вперед, в сторону непрерывных обновлений. И, как мы с вами понимаем, это уже доказано сегодня математически, что треональная спираль является неким фрактальным множеством и со свойствами фрактальных структур, поэтому для нее характерна фрактальная повторяемость в виде себе подобных на разных масштабных уровнях, а фактически на основе вот такого среднеэтральной спирали можно создавать сообщества и структуры, начиная от инновационных фирм, от малых и кончая разного рода сообществами глобального масштаба. Ну а наиболее распространенное наибольшее распространение она получилась сегодня в инновационных региональных кластерах. И вот соответственно центральный сегмент который здесь изображен когда здесь происходит наложение кругов в спирали то есть государства бизнес университеты центральный он показывает интегральный эффект инновативности так называемую инновационную синергию которая в экономическом смысле обозначает что это непрерывный рост производительности на базе непрерывных инноваций. Вот этой формулы не было в индустриальную эпоху, но сегодня она появляется на основе кластерной литературы в начале первые ее описания были даны Майкл Портером в его теориях принц способности и связаны с ней концепцией кластерной концепцией. Но сегодня как мы знаем модель алмаза Портера является основой металлогической расчеты глобальной инновационной способности и в общем она этот подход к оценкам считается сегодня общепризнанным. Я хочу просто показать как происходит инновационная синергия вот этот рост производственных возможностей вот эти эффекты инновативности вот происходит такое фактически вот в инновационных кластерах происходит гибкое соединение и быстрая перекомпоновка разнопрофильных активов участников потому что важно как бы разнообразие это происходит на комплементарной основе в самых разных комбинациях как сборка пазла и это позволяет создавать совершенно новые постоянно новые продукты под новые запросы рынка и потребителей идти на совершенно новый креативный бизнес проект участвовать в любых стоимостных цепочках вот собственно говоря на таком упрощенном варианте как бы показано как формируется инновационная синергия почему инновации формируются издаются сегодня коллективно собственно аналогичные выигрыши инновационной синергии получают и экономики на макроуровне которые проходят через кластеризацию значит вот я просто хочу картинку кластеров показать вот это зрелый кластер инновационный это сложная система функциональных связей между различными структурами и процессами ну собственно говоря как я уже говорил это сложная сложная динамическая система здесь очень много разных игроков может быть вступающих в сетевой проект но главное что здесь есть есть типов участники которые формируют критическую массу чтобы кластер стал зрелым это три звена представители государства бизнеса университетов это обязательно кластерная организация специализированная кластерная организация которая в общем реализует общий кластерный проект придает кластеру структуру институциональную и объединяет основных участников на условии членства потому что кластер является открытой сетью это участники это не члены но для того чтобы была основная структура необходимое членство и соответствующая координация это общего продвижения кластерного проекта вперед и конечно финансовые спонсоры самое главное самое интересное заключается в том что в инновационных кластеров в отличие от всех остальных типов сетей там этого нет а здесь это есть есть уникальное сочетание двух форматов межфирменных связей один формат это классическая вертикальная горизонтальная рыночная кооперация игроков как участников цепочек стоимостных а второй формат это чисто горизонтальные взаимодействия участников как членов этой кластерной организации эти отношения построены не на рыночных контрактах а на отношенческих это долговременные межличностные договоренности это персональные сети горизонтальные это постоянное коммуницированное межличностном уровне и вот все это обеспечивает согласованность действий по всем конкретным бизнес-проектам которые осуществляются в кластере ничего подобного в других сетевых структурах не наблюдается вот то что я говорил про кластерные инициативы кластерные инициативы это сетевые проекты которые реализуются в режиме коллаборации этих трех звеньев спирали то есть в этом очень сложном и наиболее оптимальном режиме соответствующим сложным системам но именно этот режим очень хорошо себя ведет в условиях неопределенности очень быстро реагирует на эту неопределенность как я уже говорила о снижении рисков и о быстрой реакции на перемены так вот собственно говоря участники этих кластерных инициатив так называемых проектов они отличаются от всех остальных экономических проектов они опираются на контракты отношенческие то есть на эти договоренности и на так называемую модель коллаборативного управления это самоуправление оно не требует участия в управляющих центрах как я уже говорила современные сетевые системы становятся живыми организмами они саморазвиваются методом снизу и вот важный момент заключается в том что главная задача вот этой классной организации специализированной она является координатором проекта но самое главное что она поддерживает оптимальный режим коллаборации потому что режим сам по себе этих партнерских отношений он как бы не может развиваться спонтанно ему надо непрерывно поддерживать и самая главная вещь заключается в том что для того чтобы инновации производить на непрерывной основе чтобы они шли непрерывно нужно постоянно поддерживать и углублять вот этот характер социальных взаимодействий а это называется устранение инновационных разрывов на самом деле что сетевые координаторы в кластере устраняют недопонимание межличностей и коммуникации межличностей и взаимодействия налаживают эти связи а это регулярная работа и постоянная работа но в экономическом смысле это ведет к устранению тех самых инновационных разрывов без которых невозможно непрерывные инновации значит вот конечно невозможно рассказывая о мире сетей не говорить о глобальных стеймахных цепочках поскольку на этом уже выстраивается сегодня сетевая организация мирового производства здесь показана такая условная схема глобальной цепочки теймосной когда продукции одной страны приобретаются другими как промежуточная для обработки для формирования добавленной стоимости появляются поставщики первого порядка и для того чтобы экспортировать продукты в другие страны в третьем значит смысл в том что глобальные стомашные цепочки выстраиваются компаниями не на постоянной основе а как временный проект и фактически это последователь действий независимых участников в политическом смысле которые находятся в разных странах но они связаны между собой функционально по созданию этого конечного продукта потому что в экспорте каждой страны есть добавленная стоимость которая входит по импорту от предыдущего звена цепочки и получается что на каждый момент времени эти глобальные цепочки это кодерируемая сеть национальных узлов между которыми циркулирует потоки добавленной стоимости я покажу почему это важно как это связано с теми же кластерами с тем же инновационным развитием значит просто пару слов об этих цепочках поскольку как бы животрепещущая тема вот собственно говоря к концу уже того века в силу массового оффшоринга аутсорсинга все понимают что что такое оффшоринг это вынос основных производств стран с дешевым трудом из развитых так вот в силу того что были развиты эти практики то конфигурация цепочек которые организованы компаниями развитых стран она стала напоминать кривой улыбки то есть здесь показано что пред и постпроизводственные стадии с максимально добавленной стоимости они соотачивались в развитых странах а срединные производственные стадии с минимальной они соотачивались в Китае и других странах развивающихся дешевым трудом но эта конфигурация как бы ненавечна и она уже началась в 2000-х годов усложняться и потому что глобальные компании стали дробить стадии производства на более мелкие узкие задачи специализированные и они стали переходить со стратегии аутсорсинга к так называемому смартсорсингу то есть когда речь идет о том что звенья цепочек глобальных они распределяются уже звенья в виде более дробных и специальных задач они распределяются по всему миру но под каждую бизнес задачу выбирается тот локальный кластер где она может решаться лучше всего и отсюда возникает задача территории где формируются кластеры сформировать свою умную то есть уникальную специализацию и фактически на сегодняшний день в отличие от индустриального производства на самом деле не важно что вы производите и какой у вас набор отраслей важно как вы это делаете даже если вы производите валенки предположим это может быть востребовано но вы должны это делать лучше чем кто-либо другой в мире а вот и соответственно получается так что эти глобальные цепочки они горизонтально пронизывают сектора и страны а их сетевыми локализованными узлами специализированные становятся кластеры вот те самые инновационные кластеры и в результате у кластеров возникает так называемая глокальная природа там циркулируют глобальные и локальные ресурсные потоки фактически глобализированное производство является упорядоченным и на самом деле оно является глокализованным потому что когда у вас распространяются глобальные цепочки и они имеют локальные сетевые узлы то вы имеете локальную упорядоченность глобального производства соответственно в кластерах крутятся потоки и сочетаются и локальные и глобальные имеют разную мобильность это повышает динамизм кластера и придает им еще большую привлекательность фактически эпоха скажем так завершенных национальных цепочек ушла в прошлое вот у нас кстати в разных программах российских на это идет ориентация все это было хорошо в индустриальной эпохе но в современном мире это уже невозможно здесь приведена фрагментация мирового производства на национальном макро-региональном и глобальном уровне в 95-м году и 2008-м на примере европейского автопрома и здесь показано что все меньшая часть продуктов в торгуемых отраслях производится внутри одной страны и все больше в рамках международной кооперации минусовые строчки показывает что это что часть продукта который производится внутри отдельных экономик она все время сокращается фактически такой скажем так макро-региональный формат глобальных цепочек то есть кооперация стран-соседии он пока преобладает но образование цепочек масштаба всей глобальной экономики то есть рассредоточенность мирового производства она идет быстрее чем его оригинализация и получается что мир вот это обновление этих полномасштабных глобальных цепочек превращает мир в такую глобальную фабрику и вот скажем на этих графах это такие национальные узлы глобальных цепочек тоже сравнение идет 95-2011 годов здесь показаны национальные узлы циркулирующие между ними потоки добавленной стоимости по 40 странам и получается что за 15 лет мы с вами видим что плотность этих глобальных потоков она добавленной стоимости она заметно возросла вот это и есть как бы некая глобализация производства и формирование этой глобальной фабрики которая вовсе не является естественным хаосом а все здесь очень четко упорядочено в последнее время когда речь идет о повышении экономических затрат когда развивающиеся страны приходят к нам решорингу то есть возвращать из стран с дешевым трудом инвестиции к себе на родину поближе к научным центрам к университетам и к умному потребителю для того чтобы создавать инновации и осваивать новые технологии нового поколения так вот когда появился начал развиваться решоринг то фактически это еще более усложнило конфигурацию глобальных цепочек если вы помните это была кривая улыбки а это стало драйвером дальнейшего усложнения этих цепочек это не отменяет оффшоринг в опленных отраслях в отдельных трудоемких отраслях но это ведет к более сбалансированному участию стран запада и востока в глобализированном производстве что здесь как бы крайне важно для отдельных стран что дает глобализация для любых экономик и в частности догоняющих экономик она дает то что когда национальные компании начинают копироваться зарубежными в рамках глобальных цепочек как правило не просто компании которые сами по себе а именно те компании сам кластер становится узлом глобальной цепочки так вот национальные компании из местных кластеров начинают копироваться в рамках этой глобальной цепочки и могут быстро подниматься вверх 니까 производство экспорта этой цепочки Это называется диверсификация методом снизу. Это современный способ диверсификации, который совершенно не похож на то, что делала пословиенная Япония, устраивая широкий отраслевой набор полноценных отраслей. Это диверсификация нацелена на то, что отраслевую структуру можно оптимизировать уже в соответствии с объективными глобальными запросами рынка, а вовсе не субъективным представлением властей, поскольку технологии меняются так быстро, что можно что-то наметить, но это уже другой мир, и надо ориентироваться на рынок. И фактически не требуется затрат на последовательное выстраивание всего этого отраслевого набора. Очень быстро отдельные компании могут подниматься вверх по цепочкам. Соответственно, мы еще раз прослеживаем эту вещь. Не будет кластеров, не будет соответствующих компаний, которые, будучи участниками кластера, входят в глобальные цепочки, входят в глобальные сети, соответствующие страны, которые вошли в глобальные сети, уже не являются периферией. Даже если они были достаточно остающие догоняющими. Именно вот этого возможности позволяет сделать рывок тем странам, которые даже не прошли оплённые этапы в своем развитии. Но попав в компанию глобальную через глобальные цепочки и кластерную среду, они уже начинают дальше развиваться вместе с передовыми странами и колебаться вместе со всем миром. С точки зрения циклов и закономерностей развития. Вот я хочу показать велосипед развития экономики так называемой. Вот видите, здесь показан велосипед, который обозначает одно колесо у него, значит, переднее — это стратегия развития, направляющее колесо, а заднее колесо, ведущее колесо — это среда институциональная, которая формируется в экономике. Так вот, должно быть так, чтобы эти колеса должны быть соразмерны, тогда экономика может развиваться. А так получается, как мы с вами видим на правом рисунке, что даже самая передовая стратегия развития, основанная на лучших практиках западных, она не сможет компенсировать слабость институциональной среды, о которой я говорил. А как мы понимаем, вот вся институциональная среда под современный тип роста, под его устойчивость, она выстраивается под эту экосистемную сетевой формат. И, собственно говоря, вся суть современной промышленной политики, новой промышленной политики нацелена на то, чтобы укреплять конкурентоспособность производственного сектора и всей экономики через образование этих экосистем, системных сообществ, кластеров и инновационных экосистем на территориях, для того, чтобы создать среду, в которой может уже быть реализована самая передовая и правильная политика. Даже больше я хочу сказать, что когда вы начинаете интегрировать лучшие образцы зарубежного опыта в неадекватную для этого институциональную среду, то они там не только не приживаются, а может произойти ситуация с точностью данного оборота. Они начинают работать на оцетный результат. Поэтому очень важно, чтобы зрелость среды и качество взаимодействия соответствовало тем стратегиям, которые ориентированы на задачи будущего. Я пару слов скажу, что возникает так называемый кластерный подход к акциональной конкурентоспособности. Фактически он заложен уже сегодня в глобальный индекс конкурентоспособности и транжирует все страны. Это важно, потому что это отличается от того, что мы привыкли, и от того, что записано в многих программах. Фактически, как я уже говорил, современная промышленная политика считается, она не завязана исключительно на секторе промышленности, она политика обеспечения конкурентоспособности всего производственного сектора и макроустойчивости. Все это должно быть сегодня завязано на наращивании проводительности совокупной, потому что в нелинейной среде по-другому обеспечить динамическую устойчивость уже невозможно. Важны, собственно говоря, не темпы роста, а его устойчивость. Можно достаточно устойчиво развиваться темпами 0,5, но плохо, когда вы развиваетесь плюс 2, минус 1 и так далее. Это значит, что внутри системы нет внутренних источников роста, она держится на внешних факторах. А здесь важно, это динамический баланс, динамическую устойчивость, то есть нелинейная среда, вот его нужно постоянным образом находить. И для этого нужно непрерывно наращивать производительность. Как это можно делать? Исключительно на базе инноваций. По-другому это сделать сегодня невозможно. Именно поэтому власти всех уровней пытаются сформировать, то есть по рекомендациям, значит, кластерной литературы, театров калентоспособности, в промышленной политике, для того, чтобы обеспечить вот такую калентоспособность и оказаться, так сказать, среди передовых стран, мировых игроков, необходимо создавать такую среду, в которой образуются системы, позволяющие создавать вот такой инновационный рост. То есть нужно непрерывно улучшать среду, чтобы в ней убирались инстанциональные, инфраструктурные и прочие-прощие барьеры для беспрепятственного развития горизонтальных связей, для непрерывного образования новых сетей и кластеров, для формирования межкластерных взаимодействий и образования более мощных инновационных экосистем. Короче говоря, это та сетевая экосистемная среда, которые могут организационно возникать инновации, считается их диффузией, и они обеспечивают вам вот эту инновационную синергию роста производительности. Это, как бы, считается главной вещью современной промышленной политики, потому что чем лучше развита сетевая среда, тем выше инновационный потенциал системы. И, собственно, эта среда культивируется сегодня на уровне содействия и образования сетей, создания различных платформ для коллаборации со стороны государства. Фактически это считается новым способом динамизации экономических систем вместо классических макростимуляторов денежно-кредитных, которые, как мы с вами видим, начиная с Великой Рецессии, уже фактически не работают. Нулевые ставки процента никуда не ведут, даже, это то, о чем я говорила вначале, поскольку, как мне это представляется, денежно-кредитные активы и финансовые потоки перестали быть системой краевобращения современных систем. Игроки выходят на более быстрое взаимодействие друг с другом, на прямые информационные активы, активы доверия, и это, как бы, уже не деньги и кредит, а рынок кредита сжимается, как и все финансовые рынки сжимаются, не хотят инвесторы вкладывать в акции сегодня, стоят рынки. Ну и даже те новые, нетрадиционные способы денежно-кредитной политики, с этими нулевыми ставками, с этими ставками по депозитам и так далее, и тому подобное, они тоже не достигают своих целей. С точки зрения, как бы, стимулирования инвестиционной активности. Фактически, эти макростимуляторы, классические, уходят в прошлое, и мы можем с вами увидеть на опыте Скандинавии, которые техническими лидерами, как мы с вами знаем прекрасно, которые уже 20 лет прибегают к вот этим организационным макростимуляторам роста, основанным на формировании кластерно-сетевой среды за счет внутренней реконфигурации связи и реструктуризации внутренних взаимодействий, а не за счет денег и кредитов. Это не значит, что не надо проводить стабильную макрофинансовую политику. Это значит, что ее надо проводить. Это значит, что и бюджет, и платежный баланс должны быть разбалансированы на постоянной основе. Не временно, а на постоянной основе. Но этого мало. Надо непрерывно улучшать инвестициональную среду формировать ситуацию образования новых сетей и кластеров. И вот, собственно говоря, эта ситуация выводит вас на более устойчивый рост и фактически обеспечивает систему динамического устойчивости. Она же позволяет преодолевать вот эти технологические ловушки. И фактически становится новым способом динамизации систем. Поэтому возникает понятие экосистемная производственная среда. Это совокупность множества локальных разных сетевых сред. Это техниционных экосистем разного назначения и калибра. Где взаимодействуют интерактивно представители разных секторов и, прежде всего, ключевых трех секторов, о которых я сказал. В принципе, функционально разные три игрока. Просто они составляют критическую массу на действии обратных и прямых связей. Но на данном этапе считается в науке, что эти три игрока, государство, бизнес, бизнес, университеты, являются более подходящей оптимальной формой. Они считаются ключевыми с точки зрения развития систем. Соответственно, новая индустриализация это вовсе, конечно, не спасение старых отраслей некоренциспособных, и это вовсе не создание исключительно новых секторов, исключительно на новых направлениях. Новой индустриализацией сегодня, реиндустриализацией, судя по опыту передовых стран, считается экосистемная перестройка производственного ландшафта для развития индустриального поколения, которые, собственно, и позволяют создавать инновации в непрерывном режиме, где? В кластерных сетях. Не в другом формате, а именно в сетевом формате. И я просто покажу, сколько у меня еще есть времени? Минут пять у меня есть. Ага. Ну, собственно говоря, это модель «Алмаза Портера». Здесь речь идет о том, что все четыре ее грани показывают условия развития систем, и для того, чтобы экономики образовывались инновационные кластеры, государство должно держать под прицелом все эти четыре грани и улучшать среду по вот этим вот параметрам, а они отражаются в глобальном индексе ковариентоспособности. Я перехожу к России, как раз у меня последняя часть, да, я хочу просто сказать о России. К сожалению, в России инстанциональная среда сегодня деградирует. Но это как бы ни для кого не секрет. Вопрос низкого уровня доверия, разрыва в коммуникациях, потери управляемости и так далее. Вот если посмотреть на инстанциональную российскую среду с точки зрения модели тайных спиралей, то мы как бы с вами увидим, что в общем в 90-е годы у нас начали формироваться такие двойные спирали государство-бизнес, государство-наука, наука-наука-бизнес, но они не сформировались, они оказались неполноценными, потому что рыночная среда не была сформирована в качестве зрелой, поэтому эти игроки не сумели развить полноценных обратных связей. А без полноценных обратных связей у вас не формируется соответствующих эффектов. А что касается 2000-х годов, то поскольку в условиях развития и укрепления властных вертикалей, которые оказались в противофазе с переходом мира к горизонтальному развитию, но просто такое было представление о порядке, как бы классическое, связанное с индустриальной эпохой, что оно связано с вертикальными. Но естественно, что весь мир в условиях нелинейного развития переходит к этим горизонталям. И поскольку мы начали укреплять вертикаль, то фактически вся эта эволюция оттранных спирали пошла в обратную сторону. И у нас произошло то, что называется захват двух секторов государства. оба звена спирали наука и бизнес, это мы с вами видим воочию, попадает во все более глубокую зависимость от властей. Ну, фактически надо говорить не от властей, а номенклатура, но это уже вопрос сезологов и политологов, я не буду на этом останавливаться. Я скажу о другом, что вот эта фрагментированная среда, она ведет к сверхцентрализации управления и монополизации рынков, и фактически вот эта среда блокирует развитие инноваций и диверсификации производства. Вот когда мы настаиваем на том, что давайте мы вкладывать в это, в это, в это, короче говоря, вопрос о диверсификации производства, это уже, так сказать, общее место, он достаточно банальный, но вообще меняет на эту среду, а не, так сказать, распределять отрасли и средства между ними, да, потому что есть внутренние структурные факторы, они лежат в области взаимодействия, они институциональные, именно они препятствуют диверсификации. Вот я для этого хочу показать некоторые расчеты и картинки, что вот, как там, в 12-м году это источник OCD, Россия стала абсолютным лекарсменом по объемам субсидирования инновационных фирм, да, ну и 43% ВВП вот на этом уходило, да, вот мы здесь с вами видим абсолютный лекарсмен, вот она вот здесь представлена, вот, причем это именно субсидирование в основном было в виде в виде субсидирования при общем объеме финансирования R&D где-то в размере 0,77% ВВП, да, а теперь мы видим с вами другую картинку, мы видим с вами российский парадокс, что первым, мировым лидерством бюджетной поддержки инноваций, Россия остается у нас одной из самых отсталых стран, вот правый теперь, угол не левый, а правый, да, по развитию инновационного бизнеса, фактически у нас инновациями занимаются менее 10% компаний от общего числа, и, значит, по данным того же ИСС Вышкинского в текущих инновациональных условиях, как они пишут, предприятия инвестируют в инновации только если они входят в целевые искусственные программы с гарантированными бонусами, то есть в той среде, которая сегодня существует, ну, просто как бы невыгодно, нет смысла, а считать конкурентные стратегии, а как бы заниматься инновациями, проще сесть на очередной бюджетный поток и фрусть фактически эта среда пророждает рентоориентированность снизу-доверху ну, и по горизонтали и по вертикали. А дальше выражаются вот те все вопросы, которые связаны с инновациями, со стоящими ростом, с диверсификацией и тому подобное. Значит, чтобы не быть голословной, чтобы не быть голословной, такое менеджер какой-то, нам не надо. Вот российская инвестициональная среда, я говорю, блокирует диверсификацию экономики, мы можем это посмотреть на Гарвардском индексе экономической сложности. Вот он показывает у нас, особенно если мы регрессия посмотрим, здесь вот. А он демонстрирует, что у нас, так сказать, идет устойчивое снижение вот этого индекса экономической сложности, то есть диверсификация упрощает отмечественную структуру, на фоне экспорта ориентированной Китая, которая обладает диверсификационной промышленной базой. Не хочу сказать, что он как бы передовых, но все-таки у него все-таки видно, что у него растет диверсификация. В России это непосредственное и устойчивое падение происходит снижение 90-го года. И аналогичная ситуация складывается с диверсификацией технологии. Есть такой индекс патентной сложности, который показывает тоже устойчивое технологическое упрощение экономической структуры, соответственно, длительная опора на экспорт энергоресурсов не позволяет вызывать технологии в иных секторах экономики. Мы тоже с вами здесь видим не очень наглядную картину России на фоне Китая. И вот последняя картинка, которую хочу показать — конкурентный профиль России. Есть такая вещь, которая делается на базе глобальной инскуренцеспособности. Он показывает, что в России архаичные инвестициональные среда, монополизм, несоблюдение норм права — все это не позволяет воспользоваться достигнутыми инфрактурными улучшениями. То, что здесь зелененьким, как бы наше преимущество. Например, у нас развита инвестиционная инфраструктура, мы находимся в 52-м месте в мире. Например, у нас развиты телекоммуникации, это вообще 37-е место в мире. Это хорошо, вообще, это очень как бы неплохо, и еще неплохо по отношению к тому, что интегральный показатель вот этого профиля среднесрочный потенциал устойчив рост у нас это 88-е место в мире у нас. Значит, как бы вот эти зелененькие направления, которые касаются инновационной инфраструктуры и коммуникационной, они опережают и принципиально опережают этот общий среднесрочный потенциал, но общий как бы индекс падает, потому что существуют красненькие клеточки, что они означают? Хуже всего политические институты 107-е место, нормы права 109-е, еще того хуже 112-е место, это отсутствие стимулов у бизнеса для развития конкурентных стратегий, то есть это неконкурентная среда, лента ориентированная в результате мы имеем вот такой вот, собственно говоря, разбалансированный конкурентный профиль, когда с одной стороны на макроуровне 88, с другой стороны есть 37, в общем считается опять-таки не вопрос даже какой у вас общий уровень, хотя он тоже важен, самое главное в условиях нелинейного развития это баланс динамический того и другого, тогда он дает некую устойчивость развития и выводы значит есть у меня минутка на выводы еще все да да я даем минутку на выводы спасибо да, да, да я сокращу выводы в общем скажем так для преодоления так называемого эффекта колеи то есть вот зависимости от прежней территории развития то есть называется паддепенденцией то что Александр Рузан называет эффектом колеи и вот для выхода и для преодоления этого эффекта и для адаптации к новой глобальной реальности догоняющим экономикам нужно совершенствовать не столько сами технологии сколько среду коммуникации где они создаются и применяются считается что необходимо создать такую инстанальную среду во всех типах экономических систем которая видоизменяет стимулы в пользу здорового конкурентного развития и в дальнейшем уже улучшая качество среды можно управлять переходами между технологическими траекториями вот через эти тройные спирали через участие третьего игрока через эти обратные связи через коррекцию короче говоря через иностранные взаимодействия стимулы к производству инноваций становятся устойчивыми если игроки формируют сложные паттерны коллаборации основан на тройной спирали которые я расписывал вот тогда эти стимулы к инновациям становятся устойчивыми потому что именно этот паттерн взаимодействия наделяет системы свойством самоадаптации к любым внешним изменениям позволяет им двигаться вперед на основе саморазвития фактически как я уже говорил глобализация и технологическая революция открывают для шанс для экономического рывка на базе индустрии нового поколения всем экономическим типам систем но освободить индустрии смогут только те нации где власти готовы конечно активно укреплять горизонтали культивировать открытость создавать экосистемную среду прозрачность потому что только при такой среде можно легче найти свою умную специализацию войти на этой основе глобальной цепочки и вписаться глобальной конкуренции а для россии переход к из одной логике развития как мы с вами понимаем особенно сложен у нас в общем нет сегодня не консенсусной скандинавской культуры у нас нет ни государства девелопера как восточной азии у нас нет курса на самоуправляемые сетевые сообщества как в соединенных штатах или британии потому что у них проводится мягкий вариант промышленной политики сейчас все проводят промышленную политику даже те которые никогда не проводили потому что перестраивать всю среду и установить систему управленческие для того чтобы вписаться в новый вектор развития но кто-то это делает через скажем на программной основе как страны восточной азии и под эгидой государства а кто-то это делает через движущие силы рынка и проводят мягкую промышленную политику как скажем штаты или британия поскольку у них очень развиты рынки а кто-то это делает как европа на смешанном уровне пополам и то и другое но в любом случае это определенное отношение государства по отношению к властям и определенный уровень скажем так институтной культуры проведения политики в том числе в диалоге с бизнесом и некоммерческими структурами и вот у нас в России тоже нет дисциплинирующих программ Евросоюза где инновационная политика увязана через кластерную идею с региональной промышленности сейчас все связывается вместе все сводится как бы к серединному уровню скажем та же конкуренция глобальная она скажем сосредотачивается на мезуровне территорий с микроуровнев фирм макроуровне стран и соответственно разного рода вида политик инновационная региональная проще и проще и проще тоже концентрируется как бы одной интегрируется в одной единой она может называться новой промышленной но вырваться вперед нам все равно для создания конкурентной связанной партнерской среды нужно без создания этой среды это не получится и собственно говоря нам придется на это идти и последнее что хочу сказать по этому поводу что конечно новые технологии как и инновации важны не сами по себе я вернусь к тому с чего я начинала а для наращивания совокупной производительности устойчивого роста да вот при современном нелинейном развитии рост производительности обеспечивается вот этими сложными сетевыми с энергетическими эффектами а вовсе не классическим мультипликативным эффектом к которым мы так все привыкли и поэтому я бы предложила бы в рамках НТИ все-таки поставить вопрос о прямой взаимосвязи между развитием новых технологий и проведением структурных реформ мне кажется что как минимум имеет смысл указать при каких инстанальных условиях все-таки реализация этой инициативы может иметь шансы на успех спасибо вам большое извините что я перебрала время не знаю насколько совсем не намного спасибо большое Наталья Вадимовна я во-первых хочу поблагодарить за чрезвычайно интересный и правильный доклад во-вторых на правах модератора прежде чем мы перейдем к выступлениям я хотел бы задать пару вопросов сформулировать там одно наблюдение вопрос на самом деле вопрос на самом деле простые и они связаны именно вот со структурой инновационных кластеров я даже затрудняюсь немножко сформулировать но как практик я отслеживаю на протяжении там последних 25 лет активно участвую непосредственно практической работе в новой экономике и сравнивая это с работами теоретиков которые я читаю и с уважением к этому отношусь у меня все время складывается впечатление что в кластерной модели портеровской излишнее внимание уделяется территориальности и что в реальных кластерах территориальность связана вовсе не с производственной кооперацией а с воздействием на уровне доступности человеческого капитала вот в кремниевой долине если мы возьмем любого крупного игрока из долины мы обнаружим что у него физических поставщиков в соплайчине находящихся в кремниевой долине совсем не так много как обычно принято для моделей территориальных кластеров считать зато преимущество для него в кремниевой долине это свободный переток человеческого капитала и доступ принципиально кардинально больше чем где бы то ни было к квалифицированным кадрам а второй момент он тоже в каком-то смысле связан с этим у меня все время складывается ощущение что в этой кластерной модели недооценивается значимость крупных якорных игроков тот же самый кластер кремниевой долины он без наличия там Хьюлит Пакарда Интел Эппла и еще нескольких крупномасштабных игроков там ну класса гугла или фейсбука их количество всегда счетное и они на ну так сказать меняются обновляются на историческом развитии но без них не оказывается работоспособна вся экосистема в целом зато когда крупный игрок появляется то он оказывается способным организовать глобальную экосистему не имея территориальной вот этой самой регионализации кластеры ну самый классический пример Microsoft который вокруг которого территориального кластера не сложилось зато сложился огромный глобального масштаба партнерской ну партнерская экосистема и партнерская пользовательская то что называется ISV и так далее вот собственно вопрос он взаимосвязан почему то ли я что-то не вижу вижу не так как это наука оценивает то ли наука пропускает какие-то фундаментальные с точки зрения организации бизнеса момента вот в этой области это собственно вопросная часть а потом если вы сможете будете так любезно ответить я хотел бы еще небольшое наблюдение уже связанное с выводом отметить спасибо большое за вопрос значит на самом деле на самом деле теория портера ничего такого не пропускает когда мы с вами говорим почему так важны территории а почему важен территориальный фактор здесь целый ряд причин значит во-первых не надо забывать проаггломерационные экономические эффекты если фирмы и игроки находятся непосредственно в географической близости то собственно говоря и коммуницировать им тоже становится проще возникает та же Кремниевая долина понимаете как я уже говорил есть эти два формата связей один из них формат завязанный на контракты отношенческие не рыночный контракты мы говорим сейчас не о рыночных да вот второй есть такой отраслевой рыночный формат вертикально горизонтальный пожалуйста у вас могут где угодно находиться поставщики по всем странам мира и территориям но пока в глобальных сетях это не принципиально совершенно но есть формат горизонтальный чисто построенный на контрактах отношенческих на долгосрочных договоренностях о правилах игры на очень высоком уровне доверия которое дает вам возможность согласовывать совместно любые решения по любым бизнес-проектам и эти люди фактически как нам показывает жизнь желательно чтобы они находились в некой ситуации графической близности тусовались бы в кафешках проще проще в общем некая существует местная культура при которой это называется культура скажем Кремниевая долина называется тропический лес что там произрастали вы помните эту книжку да произрастали бы все цветы и прочее но факт тот что если мы говорим с вами об активах доверия которые являются социальным капиталом то его как бы хорошо наращивать в условиях некой локальной культуры возьмем если вы с вами какие-то те же ту же Италию так называемая промышленная округа где эти малые фирмы это тоже вопросы вот кроме того существуют вот эти эффекты географических близости они дают не только экономию на затратах они дают также распространение неформальных знаний инноваций вот это друг с другом понимаете вопрос идет о межличностном понимаете какая интересная вещь весь 21 век опускает все процессы на уровень человека и межличностных коммуникаций а там это уже извините вопрос о доверии я прошу прощения извините что перебиваю но это вот как раз то что о чем я сказал говоря о человеческом капитале развитие человеческого капитала действительно подразумевает локальный аспект а развитие системы партнерства в рамках экосистемы сегодня непосредственно территориальной близости для обеспечения производственной кооперации не подразумевает вот такой самый простой прямолинейный пример это аэрокосмический кластер европейский в Тулузе который считается традиционным индустриальным кластером высоких технологий и компания боинг вокруг которой никакого индустриального кластера в штате Вашингтон боинговского на самом деле нет при этом у боинга сеть поставщиков партнеров и соплачейн там глобальный общемировой и она со своими инжиниринговыми партнерами устанавливает там долгосрочные отношения делясь роудмэпами на 15 лет вперед включая их свою систему и так далее и в общем на самом деле когда включение в экосистему какой-то малой компании поставщика особенно если это поставщик не железки а интеллектуального продукта требует такого масштаба усилий то находится он у тебя под боком в соседнем здании или на другом конце мира уже значения не имеет Согласна Очень понятный вопрос смотрите Боинг никакого кластера не создает Боинг создает глобальную стомастную цепочку и выстраивает функциональную последовательность действий где в каждом звене этой цепочке в каждой бизнес-задаче есть свой игрок на своей части мира своя компания и вот эти компании находятся в кластерах на своих территориях и они локализованы внутри этих кластеров потому что именно там международные компании глобальные вокруг себя не выстраивают кластеров это большое заблуждение что вокруг крупных можно создать это заблуждение касается индустриальной эпохи действительно фокальная модель создания связи это некий управляющий центр и так далее как мы с вами видим сети это совершенно вообще другая конструкция конфигурации так вот боинг глобальную цепочку и он никем не управляет все участники цепочки являются юридически независимыми но они функционально связаны он выстраивает эту последовательность и каждый игрок который участвует в этой цепочке входит у него в локальный кластер на своей территории понимаете потому что без этого кластера этот игрок компания вне кластера не сможет обеспечить тот уникальный уровень специализации который необходим компании боинг потому что под каждую задачу глобальные компании ищут тот кластер где эта задача подышаться лучше всего это и есть смартсосинг поэтому если раньше компании боролись за ресурс территории то происходит все наоборот территории борются за размещение звенья глобальных цепочек они хотят выйти на свою уникальную специализацию как это делается это делается через развитие кластерных инициатив потому что вот это формирование методом снизу когда группируется наука с бизнесом и начинает создавать совместный проект на основе платформы какой-то общий а потом у них появляется некий сетевой стратегический проект то они нащупывают через рынок ту самую объективную свою специализацию которую они могут лучше всего который есть объективно вся политика эверсоюза сегодня промышленная выстоя на том что раньше Евросоюз занимался тем что он подтягивал остающие регионы выдавая деньги структурных фондов ну и как классическая совершенно вещь он сказал все никаких денег никому будем динамизировать вас через кластеры вот каждый регион естественно регион в округленном смысле европейские регионы это и отдельные страны и отдельные территории вот принесите нам на стол вашу стратегию умной специализации и вот это стратегия специализации что вы будете делать как вы ее нащупаете вы не можете с потолка это сделать вы должны понимать что у вас происходит как у вас группировки как развиваются внутренние связи между компанией с этими игроками когда они нащупали внутренние связи и сформировали свой кластерный проект о здесь можно сказать да в этом есть что-то как бы реально они реально начинают это делать в этом может быть специализация какая-то определенная и через эти же кластерные проекты эта специализация реализуется это не только разработка но и реализация и вот когда территории принесут на стол еврокомиссии вот свои стратегии умной специализации которые обозначают кластерные проекты через которые эту специализацию можно реализовать дам деньги а так не дам и вот таким образом они через умную специализацию чего добиваются добиваются очень многого что как бы происходит саморазвитие регионов никто им уже сверху не указывает в каком нужно идти это саморазвитие опущено на микро уровень межфирменных взаимодействий на основе вот этих вот так сказать да они информированы и как бы это развитие происходит с учетом снизу вверх то же самое не только в рамках Евросоюза но и в рамках национальных экономических систем как бы системы идут как бы к этому когда не федеральный центр рассказывает регионам какая должна быть специализация а когда специализация региона формируется внутри на основе того что там коллаборирует бизнес и университеты они между собой начинают формировать некое общее видение и дальше на основе платформ на основе тусовок на основе межличностных взаимодействий поскольку у них у всех активы разнопрофильные чем более они все разнопрофильные тем лучше потому что вот это эффекты разнообразия дают им новые возможности сочетания этих компетенций новых вариантах новых комбинаций и они находят наконец уникальную специализацию которая сегодня является востребованной во всем мире такой же компанией боинг понимаете абсолютно понимаю согласен но тогда из того что вы сейчас сказали следует что нахождение основных активов аэрбаса в тулузском кластере не дает ему конкурентного преимущества по отношению к боингу то есть все равно аэрбасу самому все равно где находиться в тулузе или находиться в германии или в великобритании и так далее потому что я про это говорю именно потому что у нас думают что кластер надо выстроить вокруг росатомовского предприятия я поняла можно отвечать значит я скажу такую вещь кластер для малых и средних фирм а может находиться как крупное звено но что называется мало это прекрасно они должны очень они должны очень быстро перекомпоновывать свои активы они должны формировать стартапы спин-оффы и так далее это малые формы организации деятельности кластеры это для малых и средних там могут появляться крупные игроки но самое главное чего нельзя допускать это то чтобы кластеры выстраивались в виде фокальных сетей вокруг вот этих крупных игроков потому что тогда что у вас получается это я не буду к сожалению поскольку и так уже перевела время у меня были практические примеры я хотел показать на примерах что происходит когда вы выстраиваете связи много мелких в виде периферии вокруг одного центра такая фокальная у вас у каждой допустим вокруг тех же университетов это также долина саппора в японии и так далее вот они выстраиваются много фирм а у них есть свои каналы связи с этим самым университетом замечательно они с ним взаимодействуют но между собой у них не получается плотности контактов они стоят в зависимости от заказов и денег крупного фокального игрока это вертикаль если мы посмотрим понимаете вертикаль нам не нужно нам нужна сеть вот такая сеть обезличенная с точки зрения того что никто здесь не доминирует а все являются горизонтально верноправными между собой почему потому что когда у вас в такой сети мы представим себе упрощенную паутину возникает возмущающий эффект в каком-то ее участке то есть все эти сигналы моментально передаются абсолютно по всей сети это скорость а если мы с вами берем модель осьминога то когда у вас на какую-то одну ногу приходится возмущающий эффект то очень много времени проходит пока он дойдет до головы и голова даст как бы распоряжение по всем остальным детский упрощенное описание почему сети горизонтальны лучше чем веревизикальные структуры информационные потоки скорость спасибо большое вы ответили на вопрос если можно я хотел бы все таки небольшое замечание на самом деле самому стало очень интересно то что то что сегодня было рассказано Наталья Вадимовна необыкновенно комплиментарно к той теме которую мы обсуждали когда это было в декабре или в конце ноября с Александром Маузаном по культурным факторам модернизации потому что мы выходим опять немножко с другой стороны на ту же самую тему связанную с ролью институциональной модели тормозящей и практически блокирующей развитие а при этом вот если угодно если сейчас мы говорим так сказать а констатируя факт того что существующая модель развития блокирует то в том что рассказывал Александр Александрович пару месяцев назад фактически шла речь о том что в общем это объяснимо объяснимо почему так происходит и в общем можно соответственно так сказать конструировать некие социоинженерные воздействия для изменения этой среды я при этом сразу вспоминаю давние 15-летние по-моему давности работы Фернандо Десото по вот как раз связанные с капитализацией прав собственности вот этот помните который вот мы там последний я уже забыл неделю назад наблюдали своими глазами происхождение у нас в стране которое ставит нас в каком-то смысле не то что в ряд я бы сказал даже ниже тех стран которые изучал в 90-е годы и на примере которых делал соответствующие выводы по важности институционной структуры ларьки да не только да не только по собственно оформлению прав собственности но и влиянию как бы легализации прав собственности на капитализацию эффективность экономики в целом там собственно сводилось к этому все исследования поэтому вот вопросы тема институциональной среды если не способствующей то хотя бы не блокирующей развития как мне представляется у нас все больше и больше степени выходит на первый план в том числе как спасибо большое то что в конце вы сослались на национальную технологическую инициативу уже заметно блокируются активности в рамках национальной технологической инициативы но очевидно не идущими входящими в противоречие с задачами развития институциональными инициативами которые идут параллельно с объявленным президентом мы так сказать реализуемые на самом высоком уровне инициативы спасибо еще раз хочу поблагодарить мы наверное там в процессе обсуждения еще вернемся к этому а сейчас я хотел бы перейти к там запланированным у нас запланированы были еще 2-3 выступления коротких сразу предупреждаю потому что с временем не так хорошо Вадим Валерьевич спасибо большое спасибо спасибо да Вадим Валерьевич пожалуйста уважаемые коллеги добрый вечер я Вадим Радаев я руковожу лабораторией экономико-социологических исследований высшей школы экономики по совместительству первый проректор нашего заведения я хотел бы вернуться к понятию сетевых устройств моделям сетевых устройств вообще к понятию сети которое сегодня было собственно заявлено понятие кстати было введено уже более 60 лет назад сделано было в антропологии это был Джеймс Барнс и собственно под сетью что понимается с тех пор это совокупность однородных и относительно устойчивых связей а идея заключается в том что источником активности с одной стороны объектом наблюдения с другой стороны для нас выступают не отдельные акторы люди или организации а связи или повторяющиеся воспроизводящиеся взаимодействия между ними так вот Наталья уже сказала о том что сетевые связи являются своего рода такой альтернативой промежуточным звеном или третьим третий путь между рынком и иерархией вертикальной интеграции и в этом смысле сетевые устройства по природе своей являются формами промежуточными или гибридными то есть с точки зрения организации выстраивающей сетевые связи эта организация фактически выходит за свои пределы ибо сетевая связь принадлежит этой организации одновременно является чем-то иным и развитие в этом смысле оказывается преодолением собственных границ и сознательным или неосознанным часто и даже неосознанным размыванием собственных границ организации когда мы уже вот в этой совокупности сетевых устройств не можем определить где начинается и заканчивается та или иная организация и так это альтернатива вертикальной интеграции рынку значит периодически каждое десятилетие возникают все новые и новые модели сетевых устройств я приведу покажу несколько картинок фиксирующих вообще понятие сетей фиксирует широкий круг разнородных самых явлений означающих вот эти совокупности однородных устойчивых связей еще каждого есть свои недостатки болезни у меня болезненный есть склонность систематизации типологизация да не могу спокойно двигаться дальше пока вот что-нибудь такое не сделаешь так исходная позиция заключается в том что постоянно возникают какие-то многообразные сетевые устройства это приводит к появлению сложных организационных структур или гибридных организаций и в результате развития сетевых устройств постоянно размывается сознательно или неосознанно граница этих организаций которые мы привыкли считать традиционными картинки которые покажу или базовые модели сетевых устройств присущие здесь аудитория несомненно известная но иногда полезно еще раз посмотреть насколько они разные и тогда посмотреть какую роль они могут вообще играть это могут быть межфирменные сети самые разные мы понимаем собственные финансовые персональные институциональные сети взаимной поддержки транзакционные это может быть могут быть сетевые расширения организации это может быть построить это могут быть сетевые устройства внутри самой организации так называемые гетерархии это может быть построение самой организации как сети и наконец предложение некоторых инструментов и технологий для того чтобы эти сети строили другие коротко пробежим по этим это древняя история значит сети собственнических и финансовых связей или бизнес-группы Большую часть картинок я беру из каких-нибудь известных исследований. Или это будут просто картинки. Это картинка из Дэвида Старка, исследования в Венгрии. Да, существует куча конфигураций для бизнес-групп, вертикально ориентированных, холдингового типа, горизонтально ориентированных. Все это мы знаем хорошо. Ну ладно, неважно, я рядом. Или есть сети персональных и в то же время институциональных связей, которые называются interlocking directorships или переплетенные директораты. То есть куча исследований на эту тему. Это одна из реальных картинок, как директора сидят друг у друга. Это реальные крупные фирмы, в основном американского происхождения, но в основном глобальные даже. А вот, пожалуйста, еще одна картинка. Это бостонский биотехнологический кластер. Это исследование Буди Пауэлла, где показывается, каким образом сеть складывается из разнопрофильных организаций, организаций, которые обладают разными компетенциями. С одной стороны, это биотехнологические фирмы-производители, два университета, три центра всяких разработок передовых, четвертая госпитальная, то есть крупные медучреждения. Кстати говоря, вся эта история, дело здесь не в разделении труда, показано, что главная эта фишка здесь и в Кремниевой долине, вы правы, заключалась в свободном круговороте человеческого капитала. И, кстати, наука это не пропустила. Наука в данном случае называется экономическая социология. Люди как раз и показали, что помимо выдумания железок, значит, там на самом деле в сильной степени вся эта история, и там, на Западе, и на Востоке, зашла на обмене компетенциями, которые во многом переносили живыми людьми, активной мобильностью высококолицейских работников между разнопрофильными организациями, которые эти компетенции в клюве, собственно, и переносили. Совершенно другая тема, совершенно другая история, когда складываются сети между однотипными организациями, которые делают одно и то же, буквально классический пример кластеры малых фирм. Да, они территориально локализованы. Кстати, территориальная локализация при прочих равных не так уж плохая вещь, хотя сейчас уже действительно не необходимая. Еще одно, это Чарльз Первого, ну и куча, куча, длинный ряд этих исследований, показывающих, как фирмы, делающие одно и то же, находящиеся в жесткой конкуренции между собой, в то же время между ними складываются сети взаимной поддержки, там тоже круговоротится этот человеческий капитал, постоянно переходят работники, они помогают друг другу, они создают общую инфраструктуру, они создают структуры общего представительства, продвижения и так далее, движутся все вместе, вот всей этой сетью. Или да, конечно, это все еще один тип, это разворачивается в сети транзакционных связей, которые уже действительно территориально не локализованы, они глобальны со всеми офшорингами и решорингами, так называемые цепи поставок или еще десяток разных названий, или ее российское приложение, это уже одно из наших исследований, сеть как способ построения теневых схем, или сеть формально независимых, но реально аффилированных фирм, руководимых одной группой лиц в целях эффективного повышения эффективности бизнеса за счет оптимизации таможенных платежей и прочих налогов, вот одна из, ну вот она наша жизнь, собственно, наши инновации. Или сети как способ вынесения бизнес-процессов, еще одна базовая модель, общеизвестная вынесение за пределы организации, то есть разворачивание структуры фирмы во в ней, превращение своей собственной структуры в структуру СТУ в виде аутсорсинга, аутстаффинга, фриланса и так далее. Фриланс, кстати, тема у нас в лаборатории, один из больших проектов, наши ребята, может, слышали вы, провели первую российскую перепись фрилансеров, а сейчас их уже четыре. Ну и понятно, зачем это концентрация на профильной деятельности, это экономия на издержках, в том числе на издержках, в том числе на этих людях, которые выводятся, конечно, за пределы. Еще один вариант, уже там седьмой, восьмой, сетевое расширение фирмы в виде франчайзинга, какая-нибудь у нас пятерочка, нет, а что пятерочка, большинство за пределами этой аудитории не знает, что весь Макдональдс почти это франчайзи, и кому от этого плохо или хорошо, и Макдональдс это одна организация, или много организаций, никто даже не знает, в общем, где это все заканчивается. И в наших случаях тоже, да, там это уже сотни до тысяч франчайзинговых этих расширений с делегированием бренда, с делегированием бизнес-моделей, там на возмездной основе и так далее. И тоже фактически разворачивание структуры вовне, когда непонятно, где начинается и где заканчивается данная организация. Ну и кстати, по сути, в ритейле, которые мы также изучаем, самый быстрый и дешевый способ экспансии. Территориально для ритейла это важно. Вот, хотя и тоже не без рисков, не без издержек, естественно. Или наоборот, разворачивание сетевых устройств во внутрь организации вместо традиционной линейной функциональной схемы иерархических, традиционной так называемой организации, возникновение гетерархических связей, которые в себя включают, во-первых, горизонтальные связи между различными единицами, во-вторых, что более важно и более в какой-то степени парадоксально, переход, дублирование функций и внутренней конкуренции. Вещь, которая, в общем, даже не очень разумно, казалось бы, выглядит, потому что приводит к дополнительным издержкам, ну, явно, и которые устраиваются, тем не менее, повышать то, что называется adaptability, да, способность к адаптации организации вот этой постоянно нарастающей неопределенности среде и способность не попадать в эффект колеи, которая, ну, как правило, является результатом успешных моделей, кстати говоря, способности найти что-то неуспешное и пойти куда-то в другом направлении, я быстро иду, или построение самой организации, как сети. Еще одна уже, теперь же древняя история, классическое исследование, это вышло Николь Бигард, конец 80-х даже годов, многоуровневый маркетинг, где сама организация строится, вот эти, как совокупность дистрибьюторов, которые не только продают, но и вербуют, следующих выстраивают эту такую пирамиду. Или, когда предлагается сетевая технология, которая втягивает в себя и юрлица, и физлица, и фактически, когда технология позволяет строить разнопрофильную сеть поставки услуг, ну и там с такси, когда мы видим на наших изумленных глазах в течение буквально какого-нибудь года-полутора, весь рынок переформатируется буквально на раз, причем необратимо. Ну или там последнее, ну куда же без этого, когда организация, по сути, является технологией развития сетей другими, предлагая, например, как разного рода онлайн-сервисы, и выяснилось, кстати говоря, что люди с огромными, еще 15 лет назад никто из самых умных людей, возьмите почитать умные книжки, не мог предвидеть, с каким энтузиастом люди начнут строить эти сети самостоятельно. То есть инновационное развитие, собственно, я и заканчиваю, оно, в общем, в немалой степени, ну понятно, что важны технологии, железки и прочие, наноматериалы, что еще есть, но в немалой степени оно обеспечивается обеспечивается путем создания новых моделей сетевых устройств, путем разворачивания организаторов, причем сознательного размывания собственных границ и построения структуры за своими собственными пределами, иногда и внутри своих собственных пределов, а еще лучше создание каких-то площадок, инструментов, технологий для того, чтобы эти сети выстраивали другие. Спасибо. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Я не буду там долго комментировать. Одно маленькое замечание, все-таки в математике, в теории графов понятие сети известно, там, по крайней мере, наверное, века с 18-го, поэтому здесь... А, да, с 17-го. Ну, понятно. Ну, 18-го. Да, я пропустил важное ключевое слово, которое по дефолту вообще идет. Это социальная сеть. Считается, что это введено в 54-м году, хотя социометрия возникла еще за 20 лет до того. Ну, а сами... Ну, понятно, да, тюреграф и так далее. Это... Да. Спасибо большое. Значит, у нас планировалось еще выступление Куценко Евгений. Да? Здравствуйте. Спасибо большое за приглашение и возможность выступить. Я, собственно, представляю российскую классную обсерваторию, высшую школу экономики, являюсь руководителем, поэтому я буду немножко говорить о кластерах, даже немножко, но попробую откликнуться на общую дискуссию. Я так и построил специально свой доклад. Вот те вопросы, которые я хотел бы максимально кратко сейчас попробовать осветить. Что действительно является новым свойством современной экономики, на самом деле? Насколько сети новы и справедливо говорить о сетевом порядке? Все ли сети одинаково хорошо длинноваться? Второй вопрос. Какие современные сетевые инструменты применяют государство? Зачем? Отличие кластеров и консорциумов? Почему кластерная политика не ставит своей целью создание кластеров? Ну и, наконец, пару слов скажу о том, как нужно повысить эффективность кластерной политики российской. По нему кластеров я еще занимаюсь экономической историей, поэтому посмел немножечко, так сказать, взглянуть в прошлое. Не знаю, насколько удачно. Я взял определение Вадима Валерьевича сети, то есть устойчивые, однородные связи, но еще рассматривал еще одно условие, практически здесь ввел. Это однопорядковый хозяйствующий субъект. В данном случае, конечно, не фирмы, а либо индивидуальные производители, либо семьи и кланы. Если мы на такие сети посмотрим, то на самом деле они не существовали задолго до современной сетевой экономики. Я не буду сейчас о каждой из них рассказывать, потому что они довольно разные. Единственное, что хочу сразу сказать, что мне кажется, что сетевая как раз-таки экономика, это была экономика средневековья европейская. Потому что если вы вне сети, вне гильдии, например, то вы не можете заниматься экономической деятельностью. Это первое. И второе. Вы никто в плане политики. Потому что это сословная монархия, словное представительство и прочее. Поэтому вне сети жизни не было. При этом, если мы будем смотреть на сети прошлого и на большинство текущих сетей, то все-таки они не столько поощряют инновации, сколько, к сожалению, их пресекают. В рамках так называемой отрицательной обратной институционной связи. Как об этом говорит один из ведущих экономоисториков Джоэль Мокер. Дело в том, что как только в истории появлялся какой-то очаг богатства, богатый город, богатая социальная группа, то есть же появлялась группа специальных интересов, которая грабила, уничтожала и забирала. Либо оказывала яростное сопротивление инновациям. Не буду сейчас об этом рассказывать. Просто несколько примеров. Вот Германия, 19 век, автомобиль, Карл Бенц, Готлиб Даймерс, тот же же формируется коалиция казнецов, конзаводчиков, железнодорожных инвесторов, созданная для борьбы с автомобилем. Великобритания, 19 век, страна, так скажем, возглавившая промышленную революцию. На первом витке, но на втором она начинает сопротивляться автомобилям и сопротивляться электрификации, потому что у них газовое освещение и тут свои интересы. Примеров может быть много, времени мало. При этом, как я утверждаю, что такие проинновационные сети, то, что мы сейчас называем трипл-хеликс или как угодно, существовали раньше. Вот одна цитата из Джека Голдстоуна, один из эконом-историков. Они все на самом деле спорят от любимых хобби, из-за чего прошла промышленная революция. Порядка десяти точек зрения сейчас есть авторитетных. Об его точке зрения не буду долго говорить, просто вот то, как он характеризует Италию. Посмотрите, Джеймс Ватт, изобретатель, ну точнее модернизатор парового двигателя, свободно вращался в мире ремесленников, изготовительных инструментов горных инженеров, в мире академических ученых, в шотландских университетах, именно тогда они котировались в Англии, и в мире предпринимателей. И поэтому у него получилось. Это не единичный пример, там целая логика разворачивается. То есть фактически, к чему я веду? На мой взгляд, все-таки сети это не новый этап, это скорее дополнительные ингредиенты инновационного развития. И мне кажется, что вот некое обольщение, оно опасно. Вот как мы в советское время копировали сверху крупные-крупные предприятия вслед за Германией и США, наверное, справедливо, потом копировали вот эту систему НИИ вслед за Германией. Мне кажется, что вот если мы сейчас увлечемся то ли инновационными экосистемами, то ли сообщими стартапами, то ли кластерами, то ли опять начнем все дробить на МСП, мне кажется, это крайности. То есть должно быть разнообразие как минимум. Ну и, наконец, важны сети не сами по себе, а их параметры. Потому что бывают сети, и они на самом деле до сих пор доминируют, которые разрушают и отталкивают. Инновации именно для этого они и существуют. А вот теперь, собственно, что же новое, все-таки, я считаю, появилось сейчас, что является бесспорной чертой современности? Это то, что государство обратило внимание на сети. Как часто бывает, спустя, может быть, столетия, и стало пробовать их использовать. Я их разделил на коммуникационные инструменты, и там есть, так скажем, типично англо-саксонские, там сетевые партнерства региональные, либо университетские сети. И, так скажем, континентальные, как кластеры, создание инновационной инфраструктуры вместе с частным бизнесом, живые лаборатории. Ну, консорциумы — это тоже, скорее, американский инструмент. Для чего? Как мне кажется. Потому что у нас возникла инновационная политика, а на самом деле это неоднозначный тип, так скажем, государственной интервенции. Потому что, во-первых, вы либо вытесняете, либо дублируете частную инициативу, вы поощряете неэффективные структуры, у вас может появиться рассогласование, когда вы инвестируете в одно, а частный бизнес инвестирует в другое и так далее. Вы поощряете рентоориентированное поведение, и вот поэтому вот такой авторитетный исследователь, как Дэнни Родрик, исследователь, который ввел такое понятие, как новая индустриальная политика, он фиксирует, что процессы в инновационной политике, а именно форматы взаимодействия бизнеса и власти, важнее фокуса на результаты. На самом деле важнее, по сути дела, нашей, может быть, долгосрочной ориентации. Мы можем проиграть с рынками и со всем, но вот форматы очень важны. Потому что даже если мы угадали, формат односторонней субсидии, односторонних преференций, он разрушит ваше преимущество. Дальше я утверждаю следующее. Не перечисляя, не описывая вот эти вот все сетевые инструменты государственной политики, мне так кажется, ну я, конечно, занимаюсь кластерами, если ошибаюсь, подскажите мне, что это сейчас самый, пожалуй, популярный сетевой инструмент государственной интервенции. Ну их тысячи. Тысячи. Цифры есть. Вот исследование Green Book в 2013 году выявило 2580 кластеров по всему миру. Ну, конечно, это неповсеместно. Надо быть честными. В основном это Европа, это Латинская Америка. Большинство там будет. Сейчас постепенно. США заражается, у них появились кластерные, кластерные тоже политика в сфере малосреднего предпринимательства. Ну и отчасти Юго-Восточной Азии, хотя там совершенно другая модель. Вот у нас сейчас больше 90 кластеров, больше 100 в России. Вот этот скриншот нашей карты кластеров, российская аспектуратория, которую делает, это не кластеры, которые мы выявили или выявило государство. Сами кластеры зарегистрируются, представляют о себе довольно много информации, и только после этого они появляются. Ну вот они должны как минимум заполнить информацию как минимум 10 участников, а специализированная организация, которая управляет, координирует или представляет кластер, контакты, в том числе фотографии кластеров менеджера представить. Если все они это делают, они появляются на карте. У нас есть центр кластерного развития, который курирует как минимум 70 кластеров. Есть пилотный инновационный кластер, у которых сейчас 27. И так далее. То есть много. Соответственно, следующий пункт, к которому я хотел бы перейти, это отличие кластеров от консорциумов. Мне кажется, это довольно важно, если мы говорим об инструментах инновационной политики, потому что консорциум довольно бесспорный, на мой взгляд, инструмент. Во-первых, это разнородный состав участников, во-вторых, это критическая масса. Вот такой вот некоторый вопрос довольно важный, я считаю, сколько должно быть участников минимум в кластере. У нас бывают кластеры, где 10 или 20 участников. В среднем все-таки это 60-80. И есть такие оценки, я с ними согласен, что должно быть 100 и больше, чтобы получился некий эффект. Потому что если у вас мало участников, они и так друг друга знают. Новых идей, новых прорывов не случится. То есть должна быть эта критическая масса. Географическая концентрация, сейчас не буду об этом спорить, два слова об этом потом скажу. Что еще характеризует кластер, это длительность функционирования, выходящая за пределы одного проекта. Кластер может создаваться под проект, но дальше он должен выстраивать такие форматы, которые будут порождать новые проекты. Причем совместные. Тоже еще одна из особенностей. Ну и статализация кластера. Как правило, возникает какой-то секретариат, по крайней мере минимальный, который представляет интересы кластера и позволяет им организационно развиваться. Вот, собственно, о чем хотел сказать. Отчасти может быть ответить на вопрос Игоря Рубеновича о том, нужны ли кластеры. Дело в том, что никак не удается их элиминировать, не удается их уничтожить. Вот книжка, о которой уже сегодня говорил, Вадим, «Тропический лес», да, Хвана Хоровит. Вот авторы много пишут, что не нужны кластеры, ссылаются на последние, это я цитаты, все цитаты, исчерпывающие исследования в Европе, которые декларировали, что локальные и национальные кластеры не подходят для инноваций. Довольно, на самом деле, огульное замечание. Это последнее следующее исследование было проведено в Норвегии. Крупнейшие города Норвегии были исследованы. Ну, то есть, понятно, репрезентативность. Дальше я оставлю за скобкой. А вот дальше они начинают писать свою книгу, кластеры не нужны, нужен тропический лес. И дальше во всех своих фрагментах они почему-то входят в географию, что география важна, что инновационные дети спортфизического контакта. Потом начинают описывать кейс про фьюжн, почему она потерпела неудачу. Оказывается, она находилась не в том месте, и около нее не было университета, посредников, бизнесов и прочее. Даже, то есть, не буду комментировать. То есть, они де-факто есть. Но при этом, конечно же, говорить, что все в кластерах, и без них невозможно, тоже несправедливо. Но тут, мне кажется, справедливо ставить другой вопрос. А нужно ли создавать эти кластеры? Вот этот вопрос правильно, мне кажется, будет поставлен. И тут есть сомнения. Вот просто хочу отметить, что многие чисто консорциумные инструменты в госполитике начинают походить отчасти на кластеры. Вот, например, программа National Network of Manufacturing Innovation, американская. Вот те черты, которые она в себе несет, они похожи на кластерную программу. То есть, они не просто выделяют на консорциумы, не важно где, а важно, чтобы у вас уже там была накоплена критическая масса, финансируется инфраструктура общего пользования, и важно, чтобы формировались долгоиграющие институты. То есть, это не просто единый проект. А дальше бизнес должен продолжить это. Это похоже. Это не мое точка зрения, что это похоже на кластерную программу. Это представитель США как раз на одной из конференций рассказывал, а я позаимствовал эту идею. Следующий важный, мне кажется, тезис. А нужно ли создавать эти кластеры? На самом деле, кластерная политика не направлена на создание кластеров. Это неэффективно просто. Долго, дорого и прочее. Многие кластеры, это у Кремниевой долины, 50 лет могут говорить, ее генезис. Многие кластеры европейские с 17 века формируются. Поэтому исследования, например, показывают, что производительный фирм в поддержанных кластерах во Франции даже упало. Это один из недостатков возможных кластеров на политике, когда мы выбираем победителей в уже существующих отраслях, которые на самом деле находятся на спаде, но эти концентрации уже есть, де-факт. Вот тоже очень хорошее исследование показывает, что эластичность производительности по размеру отрасли в регионе лежит между 3 и 8%. Что это значит? Вот у нас есть кластер, например, IT. И мы берем и удваиваем численность занятых в этом кластере. Прирост производительности в фирмах будет от 3 до 8%. Это очень мало. То есть механически, так скажем, увеличивать концентрацию это не будет результата. Это не новость. Ну вот то же самое я уже сказал, что кластеры на самом деле могут быть не обязательно драйверами инновации, они могут быть, как сказать, похоронной службой для инноваций. Это очень важно понимать. Мензель и Форн Ахл делают такую гипотезу, и я с ними абсолютно согласен. Она недопоказана была эмпирически, просто кейсами, что вот географически сконцентрированные фирмы демонстрируют непропорционально высокие инновационные активности на этапе роста отрасли. А когда отрасль уже в этапе зрелости становится, то вот эти кластеры, они наоборот концентрируют неконкурентоспособных. И скорее всего, новый порыв будет вне кластера. Потому что, как сказал Вадим Владимирович, я с ним полностью согласен, что когда у нас возникает эффект блокировки или паст-депенденси, он возникает вследствие нашего прошлого успеха. То есть наш успех может стать всегда нашей неудачей, как часто было с нашими моногородами. То есть вы очень успешные, вы сконцентрированы, но ваши интеллектуальные модели устаревают, и вы зацикливаетесь на траектории, возникает эффект блокировки, и ваш кластер просто умирает. Поэтому сами по себе кластеры не имеет смысла увеличивать. Поэтому, собственно, мы о кластерах говорим, как инструменте сетевом. И вот, как правило, под кластерной политикой понимаются вот два практически инструмента. Это я сам провел на последней конференции DSA Network такой опрос, и вот четко все разложилось. Это либо поддержка вот этих вот сетей, когда государство просто входит туда, как участника, платит человеческий взнос, или софинансирует. Почему? Вот тоже еще очень важный вопрос, позвольте я на него отвечу. Очень многие говорят, ну хорошо, кластер, если им выгодно находиться друг с другом, взаимодействовать, порождать совместные проекты, пусть они это делают. Зачем государство должно поддерживать? На самом деле здесь не всегда так. Говорят о так называемом Networking Failure, то есть о провале рынка. Вот представьте, у вас 10 малых и средних предприятий. У них, возможно, есть проект, который им нужен. Это может быть очень простой проект, как вот на примере, например, Пензо, логистический проект. Производители печенья каждый сам возил Москву на машине. Потом уже, когда возник кластер, они стали думать, как они могут повысить свою конкурентоспособность, когда они перестали дико конкурировать, хотя они конкурируют, но перестали только через призму конкуренции только на друга смотреть, они поняли, что они могут большую машину нанимать. Таких проектов очень много. Но ведь вопрос, а кто из этих 100 предприятий начнет договариваться, обходить, убеждать, мотивировать? Это огромные транзакционные издержки. И, как правило, не двигается. А если мы говорим о мире бизнеса и науке университетов, это два разных мира. Кто будет брать на себя транзакционные издержки и помогать им договариваться? Вот тут, собственно, государство и может поддерживать, но отнюдь небольшими деньгами. То есть вот тоже еще одна иллюзия, что кластеры – это какие-то огромные программы, меняющие там ландшафты производства. Нет, это на самом деле очень скромные, как правило, программы по бюджетам. Уже заканчиваю. Я не буду говорить о моделях, используемых классных подходов у нас в России, потому что мало времени. И хочу, уважаемых коллег, задерживать. Остановлюсь лишь на выводах. Это последний мой слайд. Для России. Я уже сказал, что кластеров много. Сейчас Минпромторг подключается. И вот по нашим оценкам, сейчас уже есть больше 100 кластеров промышленных, которые могут заявиться на эту программу. Мне кажется, что в соответствии с той логикой, которую я сказал, вообще поддержка такого рода самоорганизации и поддержка такого небольшого организационного механизма является государственной функцией. Это не моя точка зрения. Это точка зрения ВДА и ВДИ, та организация, которая сейчас является оператором европейской кластерной обсерватории. Мы российская, а здесь европейская. И в этой связи, мне кажется, что очень важно интегрировать дальше этот кластерный подход в деятельность других министерств, как минимум, легитимизировать его и повышать квалификацию управляющих компаний, помогать им, так скажем, начинать. Конечно, многие из этих кластеров умрут. Надо тоже отдавать себе отчет от некий венчур. Но вот тут государство должно выступить в роли драйвера такой самоорганизации, чтобы попробовать, потому что где-то эти совместные проекты очевидно рванут. Дальше. Очень важно все-таки аудит привести поддерживая кластеров. А являются они проинновационными? Или это просто региональные лоббисты, которые пытаются удержать статус-кву устаревающей структуры отраслей? Показывать пальцем не хочу, но таких будет очень много на самом деле. То есть и государство не задает им инновационную планку. То есть одна из таких интересных парадоксов. За рубежом часто не говорят об инновационных кластерах, но поддерживают инновационные проекты. Ну вот, например, во Франции они говорят точки, пульса конкурентоспособности. Но у них поддерживаются инновационные проекты. То есть они говорят, любой проект от третьего до четвертого уровня Терриэль. У нас, несмотря на то, что мы говорим инновационные кластеры, мы поддерживаем зачастую базовую инфраструктуру, модернизацию стадионов и так далее. Вот мне кажется, государство должно здесь выступить и задать эту рамку, чтобы ориентировать их стратегии и проекты жестко на актуальную технологическую повестку. И это возможно, такие примеры. Просто если будет вопрос, я их приведу. И наконец, что сейчас мне кажется очень важно, поскольку кластеры уже есть, и уже есть некоторые истории с ними работы, это учет фактора репутации. Кто-то из них уже получал деньги, а это всегда команды, люди, организации. Давайте посмотрим, как они их расходовали, какие проекты были реализованы. И если какая-то сеть показала свою результативность, значит, собственно, на нее можно опираться и в дальнейшем. Все, спасибо за внимание. Спасибо большое. Не могу удержаться и не прокомментировать как раз в связи с государственными инициативами у нас в стране в отношении кластерных инициатив. Мне несколько лет назад довелось принять такое сомнительное удовольствие получить от принятия участия в отборе технологических кластеров, которые проводил Минэкономразвитие. И выглядело это, в общем, на мой взгляд, довольно анекдотически. потому что как раз все то, о чем сейчас было сказано, там проявлялось полный рост, в том числе лоббистские и в том числе и явно устаревшие, так сказать, технологические, то есть кластеры, работающие против. Слава Богу, большинство из них так и не заработало, поэтому вреда они нанесли не так много, как могли бы. Это мое личное мнение. Но, тем не менее, там был вообще один очень любопытный пример, который заключался в том, что единственный, на мой взгляд, существующий у нас в стране отраслевой кластер мирового уровня, а это кластер разработчиков программного обеспечения в Санкт-Петербурге, общеизвестный и который является абсолютной точкой входа в этот сегмент для любой транснациональной корпорации. Он не прошел с первой попытки отбор критериев и попал только во вторую волну, потому что с точки зрения той системы критериев, которые были выстроены нашими административными органами, просто не соответствовал им, хотя в реальности был существующим, реально сложившимся органическим образом, явно инновационным, по крайней мере, опережающим на порядке. а какой-то кластер радиационных технологий в Санкт-Петербурге, который базировался на основе института рентгена, созданного в 20-е или 30-е годы и по всем характеристикам остающихся на том самом технологическом уровне, он получил сразу государственную поддержку. Поэтому я бы в данном случае призываю, что к этому с большой осторожностью относиться, потому что государственная поддержка, как здесь было показано, иногда и к отрицательным результатам приводит. В нашем случае она, по-моему, приводит к отрицательным результатам практически со стопроцентной вероятностью. Вы знаете, я бы, конечно, не хотел, чтобы мое выступление чисто в черных тонах трактовалось, но тут смотрите, во-первых, в чем там проблема была в Санкт-Петербурге? Во-первых, в Санкт-Петербурге много заявок подал, 5 или 6, то есть получается, сам город не определился, в общем-то, что он развивает, там машиностроительный кластер, судостроительный, радиационный или IT? Вот это первый вопрос. Да, конечно, и автомобильный производство, сборщик. Или фарма, кстати говоря, тоже, довольно сильный кластер. Это вот абсолютно в копилку того, о чем говорила Наталья Вадимова об умной специализации, что регион должен был сам тут по работе провести и приоритизировать. Это вот просто так построена им поддержка, это софинансирование региональных обязательств. Ну, а все-таки я бы хотел сказать, что у нас же, несмотря на то, что были подобраны неудачные относительно кластеры, все-таки были отобраны и IT, я думаю, что IT-кластер Новосибирской области тоже довольно сильный, и потенциально сильные биофармацевтические кластеры. Поэтому вот есть сильные, есть слабые, поэтому вот нужно просто сделать следующий шаг. И эти кластеры, которые сильные, они ждут поддержки, они готовы развиваться и там делать свои прорывы. Спасибо большое за выступление. У нас на самом деле осталось уже довольно, ну, с учетом, что мы немножко задержались сначала, я думаю, полчаса, у нас еще два запланированных выступления. Дмитрий Николаевич, вы, наверное, хотите сейчас выступить, да? Давайте, вперед. Все-таки что-то рассказать, я борюсь, соответственно, между этими. я очень коротко, просто как это, кредо, да? Во-первых, сети, они, о которых вы говорите, растут на вершинах пирамид. Они просто так не растут. И в сетевых моделях, которые существуют сами по себе, являются устойчивыми и тому подобное, ни в одном из выступлений не было ни одного такого примера. Они все паразитируют на добавленной стоимости, которую собирают лежащие под ними иерархии и пирамиды. Когда у вас появляется прекрасная лаборатория, которая занимается прекрасными коллаборациями и всем таким прочим участвуем, немножко забываем о том, что она существует не в безвоздушном пространстве, а под ней лежит подчас предельно жесткая иерархическая система какого-нибудь Сингапурского университета, глубоко тоталитарная, построена на еще более тоталитарном фундаменте сингапурского государства. Поэтому, если у нас уже экспертный семинар, то давайте говорить серьезно. И второе. Тезис про то, что Россия является дословно лидером в бюджетной поддержке инноваций, я бы предложил вам очень внимательно отнестись к этому тезису и его проверить. Потому что это, конечно, не так. и слайд тоже некорректен. Следующем слайде было написано «Цитирую, Россия лидер в бюджетной поддержке инновационной деятельности». В следующем слайде там речь шла о 0,4% ВВП, соответственно, поддержку всех компаний, а не инновационных компаний. Кроме того, бюджетная поддержка инновационных компаний и, соответственно, поддержка инновационной деятельности это две совершенно разные вещи. Просто там поддержка компании может занимать некоторую долю от всего этого. Теперь к выступлению. Я попробую предельно коротко. Вы отреагировали в первом докладе. Тезис, он принципиальный. о том, что реализация национально-технологической инициативы требует структурных реформ и изменений институциональной политики. Мой тезис, как человек, который отвечает за идеологию и стратегию национально-технологической инициативы, следующий. В существующих инициальных условиях невозможно реализация ничего похожего на национально-технологическую инициативу. То есть нет никаких оснований для того, чтобы цели НТИ были достигнуты в существующих национальных условиях. А вот дальше существует ключевой разворот. Что мы дальше с этим делаем? Есть два подхода. Один подход, который демонстрировали большинство выступающих, который говорит так. Вот смотрите, ребята, есть некоторая рамка. Вот есть мировой опыт. В этом мировом опыте есть разные модели. Давайте мы возьмем из этого мирового опыта лучшие практики и, соответственно, транслируем их в нашу систему, и тогда у нас все зацветет. Ну, что наоборот? Наоборот, это мы транслируем из себя лучшие мировые практики. Изменять среду вы предлагаете в соответствии с лучшими мировыми практиками. Правильно? Ну, конечно. Ну, да. Но еще раз, эти закономерности, они представлены лучшими мировыми практиками. Правильно? Вы когда делаете национальную реформу, вы их берете. Нет? Ну, а как? Ну, потому что все ваши слайды со всеми вашими сравнениями, да, это были слайды на соответствующие зарубежные исследования, да, примеры, да. Я прошу прощения, Дмитрий Николаевич, на мой взгляд, вывод, который вы делаете, не следует из того, что было сказано в докладе. Он возможно делается, но он не следует из того, что было сделано в докладе по принципам логики. У нас, видимо, разная логика. Хорошо, значит, с моей точки зрения, если доклад реагирует, в 100% случаев содержит, значит, отсылки на зарубежные исследования тенденции термины и мемы, ну, в 100% можно пройтись, то это означает, что он соответствует этим практикам. Если, значит, там что-то бегает как кто-то, если это весит и выглядит и делает как кто-то, то это кто-то и есть. Это некоторый закон логики. Нет, это не есть закон логики. Да. Конечно, да. Про это сейчас поговорим. Да, безусловно. Да? Но тем не менее это один из его законов. Правильно? Нет? Да. Ну? Ну, так я и предлагаю это не делать. Еще раз, с моей точки зрения это вот отсюда происходит. Вторая, соответственно, рамка, которая существует, да, которая определяет некоторое поле, значит, того, что мы собираемся делать. Знаете, лучше я вот так пойду. Это рамка внешних условий. Геополитическая. Геополитическая рамка в ближайшие годы, да, в той части, которая находится в зоне нашего некого анализа и проектирования, да, который у нас задан в виде 20 лет, то есть, условно, конец 15-го и, соответственно, 35-й год. Ну, подавляющее большинство сценариев, которые мне известны, я буду тогда так, соответственно, говорить, да, если хотите, не содержат предложений или вариантов того, что наша геополитическая обстановка будет способствовать инновациям в Российской Федерации. хотя в этой рамке все же, да, необходимо делать некоторый учет того, что говорить весь мир и 40 плюс стран это чуть-чуть разные вещи. Тоже здесь необходимо к качеству анализа относиться предельно сжато. То есть, англосаксонские страны Европа, Китай и Япония и общая экономическая ситуация в мире это чуть-чуть разные вещи. С моей точки зрения комплексный анализ требует учета и факторов, которые, например, направлены на археизацию, а не только глобализацию, только глокальность. Если мы их не вводим в уравнение, то, скорее всего, итоги нашего анализа чуть слабее будут. Потому что есть еще Африка, есть еще ИГИЛ, есть еще прекрасный кейс Бразилии, который мы наблюдаем в этом году и много-много других факторов. Как у нас идет онлайн трансляция, я должен заметить, что это запрещенная в Российской Федерации организация. Спасибо. Вот этот фактор тоже сугубо отрицательный. Третий фактор, который у нас тоже прекрасен, это бюджетные низкие цены на энергоресурсы. То есть наша нефть в ближайшие ИГАЗ, в ближайшие годы, судя по всему, будет не позволять нам лидировать в бюджетных инвестициях в инновационную деятельность. Оно задается на некоторую рамку того, что мы делаем в Инты. Я сейчас перейду через два шага к сетям. И четвертая рамка, которая у нас есть, она тоже принципиально важна, я призываю в ней, я скажу так, в планировании Инты мы сходим больше из нее, и это рамка, которую мы условно называем троцкий инсайт или перманентная технологическая революция. Вот это у нас плохая национальная среда, которую можно назвать эту рамку, никогда не было и вот опять. вот это у нас кольцо врагов, это камни кончились, а вот это троцкий инсайт. Это означает, что в ближайшие 20 лет нас ждет обнуление конкурентных преимуществ традиционных отраслей, которые еще дополнительно усугубят ситуацию в Российской Федерации. Соответственно, если мы смотрим на поле нашей деятельности, предположим, что вот здесь у нас традиционная оценка по некоторой круговой диаграмме нашей конкурентоспособности, то очевидно, что каждый из этих факторов ее проминает настолько жестко, что в модели, в которой мы находимся в любом бенчмарке, а модели глобализации, встроенности в стоимостные цепочки, в цепочке поставщиков во всей этой модели, это модели, в которой вы обязаны раздеться, выйти на мировой рынок и предложить лучшие условия для того, чтобы, например, конечный производитель заказал частичное изготовление стоимости у вас, а не в другом месте. Вот в этой модели, на этом конкурсе красоты, учитывая эти национальные условия, мы априори проиграем, потому что у нас тут будут такие совершенные формы с нами конкурировать, а вот здесь это будет какая-то вот такая вот форма. Опять крестика получается. Вот это базовая логика. Дальше она накладывается на очень простую штуку. Есть структура экономики. Не поддирайтесь только к цифрам. Условно говоря, три части экономики. Экономика знаний совсем маленькая, по разным оценкам от 2 до 12 процентов, я больше верю в 5 условно. Это вопрос веры, потому что считать можно по-другому. Примерно 45 процентов это так называемая импортированная экономика, которую Евгений называет рентной. И процентов 50 это остатки советской аналоговой экономики, которая обречена на умирание. В горизонте 20 лет все выглядит очень просто. вот эта штучка за 20 лет точно уменьшится в 10 раз. Просто в силу того, что а, умирают технологии, их невозможно перевести на цифру, б, к сожалению, умирают люди, их невозможно заместить. Очевидно, что импортированная экономика в том или ином виде у нас сохранится. Но мы вынуждены, мы не сможем за 20 лет уйти, причем не только импортированная с точки зрения оборудования, но и с точки зрения менеджерских моделей и много другого. Вот эта вот модель, если ничего не делать, я думаю, 5% в 5 останется. Вот эта вот развилка между 5 и соответственно 50% вот эта вот, это и есть наша зона внимания. Соответственно, логика НТИ состоит в том, чтобы нашими действиями увеличивать соответственно ее с 5 до 50. Вот это примерно базовая стратегия НТИ. Причем здесь сети и сетевые модели организации. Судя по всему, нет никаких шансов на то, что крупные государственные компании, государственные структуры окажутся конкурентоспособными в модели сейчас, которые позволят реализовать цели сдачи НТИ или цели сдачи диверсификации экономики или цели задачи создания в России экономики знаний. Мне кажется, предельно наивно в серьезном разговоре об этом сегодня говорить. Но плюс наш состоит в том, что мы планируем не из настоящего, а из будущего, из горизонта 20 лет. Это означает, что стратегия и это, мне кажется, должно быть ключевым качеством той организации, на которой мы делаем ставки, что они планируют не из этого самого настоящего, а из этого самого будущего. И в этом 20-летнем горизонте, если мы говорим про горизонт 20-го года, ничего сделать нельзя, а на горизонте того, что мы называем условно амбициозное 20-е, сделать можно. Почему? Потому что сменится целый ряд факторов, часть из них можно сегодня прогнозировать. За счет демографии, за счет ряда социально-экономических процессов, у нас вот здесь возникает прекрасный потенциал того, что мы называем пси, поколением суперинженеров, когда у нас приходят примерно 50 тысяч великолепно подготовленных молодых инженеров на глобальном конкурентоспособном уровне. Это у нас происходит впервые где-то с начала 90-х годов. В 90-м году это был некоторый аборт советской экономической системы, когда айтишников готовили под одно, потом они казались абортированной экономикой и вышли в новое пространство. Здесь за счет некоторых других факторов. Примерно в это время заканчивается гособоронзаказ и массовые инвестиции в технологическое перевооружение. И много других факторов, которые здесь создают определенное поле возможностей. Мы считаем, что на этом этот же горизонт это горизонт перманентной технологической революции, который обнуляет целый ряд достижений и научных изысканий, о которых мы в том числе сегодня говорили. Например, он сильно снижает географическую привлекательность кластеров. Например, потому что параллельное развитие аддитивных технологий и глобальных цепочек поставок за счет компаний а-ля Alibaba позволяет от того, что называется Smart Factory переходить к Virtual Factory. Virtual Factory это тип организационной деятельности, который позволяет преодолевать географические ограничения, делая их незаметным для, соответственно, производителя. И целый ряд других факторов, не буду на них останавливаться, которые вот здесь создают это самое окно возможностей. Но для того, чтобы у вас были компании, которые могут вырасти на этом рынке, они должны быть носителями ряда характеристик. И вот это собственно говоря некоторый тип организаций, которые нам сейчас больше всего интересен, на который мы больше всего смотрим. Это компания, которую мы условно называем носители гена МТИ. Он, конечно, не является уникальным абсолютно, его можно наблюдать в истории начиная с 80-х годов в Кремниевой долине в 90-х, в 2000-е годы в других странах. Но это некоторая способность к созданию новых моделей внутри себя, парадигм, условно, они должны быть внутри держателем этих сетей. Нет-центрик или с сетью в сердце даже, а не в центре человека. Что это означает? Это означает простую штуку. Все эти компании, кстати, то же самое касается некоммерческих организаций, то же самое касается университетов в качестве входящего требования. Соответственно, если сегодня уровни иерархии в этих структурах, их там 5-15, то компании с геном НТ последовательно уменьшают посредников, заменяя посредников как внутри себя, так и в отношениях от потребителя до производителя заменяют их на две вещи. Управляющее программное обеспечение и доверие, о котором вы говорили. Доверие понятный фактор, а доверие может быть заменено смарт-контрактами на блокчейне. Это тоже принципиальная штука, это примерно история про то, как сегодня Uber уже умер. В этой модели будущего уже появилась модель организации взаимодействия водителей такси и людей, которая более продвинутая, чем та модель, которая есть в Uber, потому что она все-таки звездообразная. И это неподлинная сеть в том смысле, как мы ее видим. То есть это компании, которые заменяют, убивают менеджеров, то есть это компании, которые менеджерам не нужны, внутри которых инженеры договариваются друг с другом с помощью программ течения и доверия по поводу своего будущего. Понятно, где-то они остаются, но в целом количество менеджеров и посредников серьезно уменьшается. Идеальная модель корпорации это один программист. В мире блокчейна вы должны быть способны придумать алгоритм, который через день после этого превращается в миллиардную корпорацию. в качестве максимального требования. Технологически это возможно. В том числе были российские стартапы, которые эту модель показывали. Первое требование к этой компании быть самым нецентриком. Второе, но это простейшая вещь, это способность к disruptive innovation. Быть disruptive. Дальше у российских компаний некоторых есть качество нацентрик. Мы их видим, мы знаем эти компании. Собственно говоря, NTI это я не хочу использовать консорциумы. Это не консорциумы, это некоторые группы неформализованные, скорее облака компаний, которые внутри себя пытаются вырастить эту компетенцию и договориться друг с другом по поводу общего будущего. А вот способности к disruptive практически нет. Но интересно, что если посмотреть на кейсы, когда мы хоть какой-нибудь disruptive делали, то это кейсы, которые иногда опираются на медиа, как ни странно, если мы говорим именно про Россию, и на некоторые архетипы. То есть сильные бренды, которые на некоторые российские архетипы или исторические бренды делают эту самую ставку. вот здесь у нас условно говоря, что-то между Калашниковым и серией, которая первая собрала миллиард просмотров на ютубе, значит, Маша и Медведь, компания Немаккорд. Вот это классический disruptive, который появился в России, сделан российской компанией, эксплуатирует российский архетип. С точки зрения стратегии вот это второе качество этой компании, и мы ищем сейчас некоторый набор компаний, некоторое облако компании, у которых есть в разной степени эти пропорции. Дальше, в их деятельности необходимо обеспечить им устойчивую длинную стратегию на 20 лет, в которой были бы минимизированы национальные факторы. Пардон, что у нас в 20-х годах и в 30-х годах в Советском Союзе была конкурентоспособная национальная среда? Глобально конкурентоспособная на мировом рынке? Да, только военной отрасли. И много-много другого тоже было отрицательных факторов. Именно поэтому считая, что вот здесь у нас ничего не поменяется, мы делаем ставку в матрице МТИ, я ее напомню, значит, рынки технологии. Вот раньше здесь были инфраструктура института. Мы институциональную часть не готовы больше брать в качестве зоны своего внимания. Мы оставляем вот здесь сервисы, которые должны давать государство. То, что оно готово делать, что оно готово понимать. дать сервис по определенным условиям. А вот здесь мы делаем ставку на таланты. На таланты как то, что способно преодолевать плохие институты. Концентрация талантов в этих компаниях, то есть опять же если посмотреть на эти компании и провести некоторых анализ, то у них есть один очень забавный фактор. Мы его увидели в анализе, когда в наше направление работало по программам так называемым чемпионским. То есть мы посмотрели на все конкурсы и соревнования, которые существуют в России в области инженерной подготовки, физической подготовки, самые-самые разные, значит, конкурсы, олимпиады, все остальное. Собрали некоторый массив, познакомились с организаторами всех этих конкурсов, вместе поклубились, поучились и заметили одну интересную вещь на анализе с начала истории с ВКонтактом, когда у нас состоялся единственный в современной российской истории кейс серийного предпринимателя, который способен построить две подряд миллиардные компании. То есть Павел Дуров подряд построил сначала ВКонтакте, потом, когда государство убедительно доказало, значит, национальная среда будет плохой, гарантий для бизнеса, соответственно, никаких не будет, и отжалый бизнес, то та же самая небольшая команда, которая является типичным примером IT-кластера Санкт-Петербурга, построила подряд буквально за два года вторую компанию с капитализацией больше миллиарда долларов. Вот эта компания состоит в своем ядре из победителей конкурса Олимпиады по спортивному программированию выпускников кафедры ИТМО, в том числе, госуниверситета в ИТМО ИОТА. Другой пример, соответственно, пример, но тоже победители этой же штуки. И дальше вдруг оказалось, мы подумали, а давайте мы тогда посмотрим, а где работают другие чемпионы, которые у нас там вот в нашем точке зрения в этом есть. И оказалось, что вот компания, которые являются лидерами Менты, есть там Геоскан, тоже питерский. И в нем работают другая часть питерских ребят, которые являются победителем этого же самого конкурса. И создают сверхконкурентоспособные программы и продукты. Посмотрели на то, кто делает ядро компании Таврида Электрик в Севастополе Учалово. И там тоже чемпионы, выпускники питерских вузов и победители этих конкурсов. То есть мы видим, как эти компании собирают, делают некоторую концентрацию талантов, не хочу говорить кластеры талантов, которые способны за счет вот этого своей сверхгиковости создавать решения, каждый из которых, как правило, является некоторой платформой. Это же платформа как центром этой сети, этой самой сетевой экономики, которую мы видим. и они капитализируют эту платформу. Как это было ВКонтакте, Телеграм, то, что сейчас пытаются сделать в Геоскан, чем является Таврида в своем сегменте. Вот эти концентрации талантов для нас есть ключевой характеристикой является вот этого дела. Дальше мы должны научиться за счет кооперации, горизонтальной кооперации, готовить для этих компаний таланты на этом горизонте, желательно с минимальным участием государства. То есть, если мы делаем там, как мы это делаем? Мы понимаем, что в школе на школу нет надежды никакой, что в ближайшие пять лет у нас там произойдут национальные реформы, и там появится качественное преподавание массовое, математики, физики, и, что более важно, вот этих вот задач с вызовами, челленджей, из которых эти самые чемпионы вырастают. Но мы знаем, что и в Советском Союзе они существовали в кружковом движении, и что и космические ракетные проекты, они возникали из-за романтики и массовой сети этих самых кружков. Да, там была Бауманка, там были традиции, там была эта национальная система, но штука возникала рядом. И в какой-то момент она становилась самасштабной обычным институциональным структурам. Этот же тот эффект, который мы сейчас наблюдаем на кейсе Кремниевой долины с Всемирной Олимпиадой по математике. И в прекрасной статье на слоне всем рекомендую про математические кружки в Калифорнии, в Кремниевой долине, и, соответственно, вокруг этого. Вот в программе, на которой мы делаем по детским технопаркам, берем эти компании, говорим, ребята, вам нужны кадры через 2-3 года. Они говорят, да, нужны, и мы соединяем напрямую инженеров в этих компаниях и молодых ребят, которые готовы у них учиться. Эти компании дальше сами находят талантливых педагогов в школах, берут их из Сунцев, притаскивают из академических институтов и делают систему, в которой убраны посредники. То есть в этой системе нет Завуча, директора школы, Райяно, Горано, то есть ровно вот этих иерархий. То есть нам кажется, что этот принцип самодостаточен для любых сфер, в которых НТИ будет разворачиваться. То есть сети как объединение людей с вот этими характеристиками. Игорь Бенович, вижу, заканчиваю. Спасибо. Да, спасибо. Я, если можно, очень коротко на этот вопрос отвечу. Там на самом деле есть конкретные рынки, отобранные для продвижения, но в принципе это те рынки, на которых физический мир пересекается с цифровыми технологиями и которые обладают эффектом сетевого развития и на которых нет на данный момент устоявшихся стандартов. То есть те рынки, в которых есть потенциал для развития. В качестве примера нейротехнологии, перспективные технологии развития продовольствия, цифровая медицина и так далее. Я думаю, что это сейчас не так принципиально, потому что то, что сейчас Дмитрий Николаевич рассказал, это, в общем, скорее методологический вопрос подхода. Я сам не стопроцентно с ним согласен и как с конкретными примерами, так и с в принципе надеждой на то, что можно исключительно через талант и институциализацию неинституционального подхода добиться заметного результата, потому что это все рискованно тем, что мы точно так же потеряем этот рынок, как потеряли рынок программного обеспечения, который, несомненно, является крупнейшим технологическим прорывом постсоветского периода, тем не менее, как известно в масштабе мировом составляет порядка 0,5%. И величина его в абсолютных цифрах сегодня у нас связана исключительно с тем, что этот рынок совершенно глобальный масштаб приобрел в мировом масштабе. Поэтому здесь есть вопросы. То же самое относится, кстати говоря, к перспективности работы юных талантов в стартапах. Это неоднозначно. Я, как человек, который вообще был причастен в свое время к организации всей системы Олимпиад по программированию и той самой питерской программистской школы, которая выросла из первых Олимпиад школьников еще в 80-е годы и на которых собственно взросли вот те команды и подходы по подготовке и вот мой в Питерском университете, который там многие годы делили. Я отслеживал, я знаю, что в Майкрософте олимпиадников, победителей международных олимпиад из Питера работает больше, чем в любом российском стартапе и они там работают эффективнее. Поэтому тоже неоднозначное отношение к этому примеру, хотя действительно у Дурова было связано с некими невоспроизводимыми и тиражируемыми личностными особенностями, которые там в частности заключались в том, что его родной брат собственно был как раз из этой сферы среды и так сказать на традиционные деловые связи накладывались родственные. Вот правда это не оттиражировать стандартным образом совсем никак. Тем не менее я с уважением отношусь к попытке выстроить подход развивающий это и совсем-совсем заключение потому что мы на самом деле перебрали время но суть потому что никто не уходит вроде бы всем и интересно я хотел бы попросить Евгения Борисовича буквально пять минут рассказать про то как все-таки мы видим место университетов в этой современной сетевой экономике потому что это по-моему оказалось недостаточно оцененным и затронутым во всем обсуждении. Спасибо, Игорь Иванович. Единственное, что я наверное про университеты скажу чуть-чуть потому что слава богу я про них говорил два часа и есть ссылка на соответствующее выступление и рекомендую посмотреть реально там удалось все развернуть. Но я университеты упомяну как креугольный момент о чем сейчас идет дискуссия. Мы говорим с вами о некоем глобальном тренде развития в ходе которого происходят какие-то стадийные изменения технологий организации индустрии процесса и их можно по-разному описывать и по-разному изучать у них есть модели и мы говорим о задачах догоняющей модернизации которую предпринимают разные страны которые все время выпали из этой ситуации и они хотят спрыгнуть в тот или иной этап развития в моделях догоняющих организаций всегда есть вопрос надо ли воспроизводить историю то есть выполнять все уроки или надо перепрыгивать через класс как мы знаем что оба ответа являются и верными и неверными во-первых воспроизводство уроков очень часто это вот пас можно воспроизводить глупости просто воспроизводить нелепости которые были закономерным этапом развития какой-то ситуации и более того ты никогда не воспроизведешь какого-то ключевого элемента просто потому что его у тебя нет классический пример это британские и корейско-сингапурские университеты которые вовремя поняли что они никогда не смогут воспроизвести систему менторов бизнес-ангелов и прочих аламни которые густо окружая американский университет наполняет его компетенцией и деньгами и поэтому соответствующие инструменты нужные для развития экосистемы берут не от огромной сети своих выпускников а от разнообразных консалтеров и партнеров которых они привлекают то есть они поняли что это нельзя воспроизвести с другой стороны что-то воспроизводить надо потому что что-то в процессе развития вырабатывается и вот это что-то какой-то ключевой компонент какой-то некая стержневая нить они воспроизводятся и вот их как раз таки надо обеспечивать то есть не надо копировать инфляциональную среду но надо копировать те ключевые изменения в происходящие в тех или иных инфляциональных средах которые и являются определяющими вот что это за инварианты вот что это за инварианты вот это как раз кроугольный вопрос я бегло потому что это невозможно долго как бы сейчас разворачивать выскажу свои инварианты во-первых на мой взгляд мы находимся в циклической стадии развития игровой экономики которая заключается в том что мы вынуждены поменять отраслевую картину и соответственно на этапе смены отраслевой картины мы проходим стадию смены глобальной модели значит при смене глобальной модели происходит реализуется вот то что описано так называемым законом серова кстати вот тоже идея экспертный семинар на эту тему собрать которая описывается тем что когда на верхнем уровне сложность увеличивается деградирует нижний слой когда на верхнем на нижнем уровне возникает разнообразие деградирует верхний слой закон выведен из кибернетики и из биологии то есть он на экономику переносится достаточно механически но только он тут доказывает это означает что как только меняется отраслевая структура прошу прощения скорее социология все так а там все как только меняется отраслевая структура и появляется несколько лидирующих глобальных кластеров то уровень сложности внизу резко увеличивается и вот этот увеличение сложности внизу он и дает вот это безумное многообразие стартапов которые мы называем следуя за экономистом кембрийским взрывом то есть вот это состояние когда мы когда интерпренершип и малые компании становятся определяющими для развития это следствие того что старые отрасли исчерпали себя а новые драйверы только зародились их еще мало вот по мере того как новые отрасли начнут развиваться они начнут дробиться декомпозироваться формировать новую картину их станет количественно больше и потребность в разнообразии внизу уменьшится но это произойдет через 30 может быть там еще какой-то через очень длинный цикл соответственно сейчас мы вы должны строить любую институциональную среду хоть чертами назовите но которая провоцирует создает условия для разнообразия внизу кластеры это университеты сети неважно и в этом смысле крупные игроки монополизирующие те или иные компетенции являются для этой кембрийской среды врагами в этом смысле я поддерживаю эту идеологию которую Дмитрий сейчас развернул что нам действительно полезнее уйти от ставки на крупных системных игроков и перейти к микросборке внизу потому что вот это обеспечение разнообразия сейчас является принципиально второй вывод раз нам надо обеспечить договороспособность разнообразных мелких субъектов то ключевым элементом становится культура то есть культура правила игры и правила компоновки этой сборки то есть правила которые ты способен опустить на всю среду и соблюдать исполнение этих правил дает больше эффект чем любой процесс выращивания любых субъектов любых связей то есть это кстати сейчас проявляется практически во всех аспектах в корпоративной культуре в государственной в межгосударственной в экономической мы речь идет даже не только об институтах культуры речь идет о своего рода я даже не знаю как сейчас сформулировать но у необходимости отслеживания ряда принципов которые обеспечивают разнообразие ну вот есть очень простой пример в России до сих пор непонятный почему толерантность замешивается в как ключевой компонент оценки эффективности инновационной системы вот у нас не понимают как это связано а это связано прямо то есть чем больше разнообразие свободы допускается в поведении тем больше возможностей для предпринимательства и экономической свободы появляется прямые связанные вещи соответственно вот культурное многообразие это принцип вот он должен хоть как-то соблюдаться как это будет соблюдаться через там какие-то законодательные нормы или через какую-то культурную парадигму то есть неважно ты легализуешь браки или просто не обращаешь внимания это неважно важно что это должно соблюстись соответственно обеспечение разнообразия экономичная культурная свобода и я даже затрудняюсь а и вот третий момент который для меня является принципиально важным это машина времени вот то что я понимаю под университетами то есть мы уже понимаем что догонять бесполезно а воспроизводить текущую модель бессмысленно ты уже опоздал соответственно нам нужно в каком-то смысле угадать да мы можем угадать можем не угадать но не угадывать не бессмысленно нам нужно угадать культурную институциональную рамку которая сложится естественным образом через 10-15 лет начать ее искусственно воспроизводить сейчас то есть жить так как будто мы прыгнули вперед и допустим для надежности сделаем 2-3 альтернативы чтобы хоть одна выиграла и попытаться их воспроизвести значит как создать эту культурную рамку опережающего развития здесь можно сделать разные гипотезы это одна из гипотез ну или она как минимум это сам мета подход внутри него можно промоделировать эти подходы лично моя ставка что мы должны сделать вот вернусь к университетам на этом закончу лично моя ставка это то что мы должны попробовать вот поскольку весь мир идет в области экономики знаний диктуально собственно основной добавочная стоимость и глобальные supply chain сейчас все больше становятся supply chain в IP а не в производстве потому что производство вырождается превращается в производство на месте то нам просто нужно начать делать любые корпорации знаний то есть субъекты производящие таланты IP в перемешку это вот то что я называю университетом будущего то есть тут университет в котором образование и наука становятся вложенными компонентами по отношению к производству интеллектуальной собственности и собственного университета, и это и есть корпорация, производящая интеллектуальную собственность. Поэтому набор вот таких ставок это то, что нужно сделать. Если мы эти ставки делаем и начинаем их формировать в модели будущего, то одна из них сыграет. Может быть это, может быть да. Но то, что мировые модели рано или поздно во что-то подобное придут, это без всякого сомнения. Ну и чтобы совсем закончить, с университетами приведу любимый исторический анекдот. Все же знают, наверняка многие знают, что московский университет сильно опередил Санкт-Петербургский, что удивительно. То есть не столичный университет был первым крупным университетом. Петербургский университет, квази-университет, был до, но он не был университетом. Это была школа, которую использовали академики для самовоспроизводства. То есть прямое копирование института науки не привело к копированию инструмента его воспроизводства. не призвал академии в результате уже через 50 там лет наука выродилась выродилась систему отсталу не в не соответствующий мировым трендам и не воспроизводящую и чтобы ее сломать лаванусова пришлось уехать из санкт-петербурга в провинцию чтобы там создать университет который потом через там какое-то время сумел дать кадры которыми которые использовали для того чтобы сломать ту костную университетскую систему которая сложила через 50 меньше чем через 40 ну плюс минус до а когда это когда до управляющей команды догоняющий модернизации то дошло то российскую университетскую науку слэш российскую науку в целом слэш российскую технологическую культуру спас такой знаменитый чек как граф уваров православия самодержавия народность который вручную отобрал профессоров обучил их на западе вернулся в университеты вбил этих учеников поперек всех ректоров заставил все значит и всех ректоров значит через какое-то время уйти и вот эти его лично ручном управлении поставленные люди создали те университеты которые породили ту технологическую культуру и фундаментальную науку в россии которая риск резко в 80-х 90-х годах залетела за пристала бриллиантом российские наука стала там в тройке мировых фундаментом века да 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 российская наука 19 века вошла в тройку с немецкой и австрийской наукой там для английской австрийской наукой создав фундаментальные школы мирового уровня у нас все медицина извините вся нейробиология была создана здесь создала технологическую школу которая потом нас создавала всего это все создал граф уваров вот таким абсолютно ручным управлением ни одну форму он не копировал он просто создал университет следующий тип он перепрыгнул этот jump frog это вот была ставка которая под лозунгом православие самодержавие народность собрав талант да но упаковка этого была самая как сейчас говорят реакцион но еще при этом не только собрав эти таланты но и построив механизмы мотивации которые позволили этим талантом сильно поселение хранится а кроме того механизмы ручной деструкции который позволил этим талантом не только сохраниться но и развиться и что-то сделать поэтому здесь одного таланта явно недостаточно очень поддерживаю тему про разнообразие а потому что абсолютно согласен что здесь кипернетические законы гораздо боль больше и лучше работают чем обычно это принято экономистами социологами считать хотя вот социология явно двигается потому что вот у социологов закон седова сейчас уже практически неким стандартом стал а еще один пункт как на последнее время очень по какому-то стечению обстоятельств попадаются на глаза работы связанные с серьезным обсуждением исследуем роли элит и буквально там в субботу в эту на собрании ассоциации выпускников в питере в очередной раз услышал очень очень неглупое выступление на эту тему и как сам сильно задумался прочитал за последнее время несколько статей я думаю что вот вопрос об ответственности и мотивации элит и социоинженерных методов правильного формирования мотиваторов это является абсолютно критически важным и здесь должен тоже рассматриваться как причем вот именно в таком конструктивный инженерном подходе потому что на самом-то деле совершенно понятно что такое или то это вовсе не то что у нас называют на вот этих новоришей а отличие элиты в обществе это то что элита мотивирована интересами общества они личными это единственное отличие того что мы другое дело что мотивация интересам общества она возникает и выращивается на очень 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 долгой базе это вообще говоря противоестественно для человека думать не о себе о группе и поэтому вот-вот о чем речь что все в современном мире уже нет но у нас этого еще не поняли поэтому это бор быть как некое предложение постановка задачи подумать хорошо бы нам сирию кого-то серьезных исследований вот теории там и практики воспитания элит попробовать сделать выступление она и я хочу поблагодарить всех кто сегодня выступал в так извиниться что мы на самом деле в этот раз что-то совсем безобразно затянули с временем тем не менее для меня поразительно что никто не не ушел соответственно наверно всем было интересно а я предлагаю все же не это самое сейчас уже дискуссии не не устраивает девять часов вечера но в кулуарах все могут еще пообщаться и задать вопросы еще раз спасибо всем большое выступившим особенно сюда я объясню да вот у нас в ноябре месяце компания проводила джем который назывался the business of things да то есть бизнес вещей не экономика вещей не интернет вещей да вот там не то что говорят компании которые занимаются коннекшен на бизнес вещей имею ввиду что очень просто и 91 91 процент не вру 91 процент участников джема сказали что организационная идентичность будет меняться в результате внедрения интернета вещей соответственно извините единицами производящих стоимость вещей будут не живые организмы действующие как агенты это раз и второе для некоторых отраслей а это будущее настолько близко что для некоторых уже прошло да вот я буквально там сказать совсем недавно был на карт нововской презентации по банкингу вот и я задал очень простой вопрос кто-нибудь из нас знает что такое level 3 и коджинт никто не знает а если мы посмотрим на теорию графов да то это две компании которые обладают самый самым большим уровнем связанности в мировой интернет индустрии да у них уровень связанности 4000 заскаливает за 4000 уровень связанности ближайшего брендового оператора в телекоме это и тенте 2400 соответственно в других индустриях будет происходить ровно то же самое совсем недавно мы опубликовали исследование которые касаются будущего банкинга так вот ключевой компетенции банков в будущем которые позволят им стать конкурент остаться конкурентоспособностями будет способность формировать экосистемы которые выходят за пределы банков все остальные смогут к сожалению оставить для себя только роль называется с этого манта власт резот да то есть последние расчетные инстанции все но это как раз то о чем все время грех говорит хотя не в этих терминах по сути он имеет ввиду именно это подтверждение первого тезиса я могу сказать я прочитал на днях что состоялся первый оплаченный контракт на перевозку человека робота мобилен заказаны через сеть а соответственно это действительно происходит и у нас скоро роботы в той или иной форме там интернета вещей чайников холодильников будут зарабатывать деньги на предоставление услуг в том числе в интерес своих хозяев для а вот но это очень очень широкая длинная тема на это оптимистической ноте предлагаю завершить всем еще раз огромное спасибо а